Это уникальные материалы из закрытого архива Департамента полиции и безопасности Италии. Пожелтевший от времени полицейский протокол содержит невероятные показания владельца кожевиной лавки 25-летнего Франческо Морони. Он рассказал полицейским, что 14 июля 1911 года на римском вокзале сел в поезд, отправлявшийся с развлекательной целью в горы Ломбардии для осмотра уникального километрового тоннеля. В пути поезд окутал сильный туман. Франческо почувствовал необъяснимый ужас и спрыгнул с подножки перед самым тоннелем. И правильно сделал, потому что больше этот поезд никто и никогда не видел. Это протокол осмотра того самого тоннеля. Карабинеры не нашли ни следов поезда, ни следов 104 пассажиров, ни даже следов копоти, которые паровоз должен был оставить на стенах. Поезд найдется на Украине при совершенно невероятных обстоятельствах. Рассекреченные архивы спецслужб. Машинисты поездов, которые водят свои составы под Ла-Маншем английский, видели в своем туннеле поезд-призрак. И уникальные свидетельства очевидцев. Я общался с одним человеком, который гидал эти миражи. О событиях, которые нельзя объяснить законами физики. Как с лица земли исчезают целые города. Сейчас это поселок-призрак, в котором обитают только неупокойные лучи. Самолеты, поезда, корабли и военная техника. С вологи шли обозы по 50, по 60 подвод. Вся правда о том, кто и как создавал Бермудский треугольник в России. Бермудский треугольник – это один из входов таких, где происходит частое исчезновение людей, и такое же таинственное появление иногда и предметов. Почему ушет официальная статистика похищения людей? Ежегодно по России от 80 до 100 тысяч человек – это порядка, наверное, за несколько лет, ну, практически исчезает Тула. То есть два года – это исчезает город Тула. Уникальные материалы по делу Читы Хилл – первой в истории человечества пары, похищенной НЛО. В разговоре с командиром я спросила, откуда они прилетели. Тот достал карту. Знаешь ли ты, где тут земля? Я покачала головой. И впервые на телевидении – эксклюзивный репортаж нашей программы из американского «Города мертвых». Убирайтесь отсюда немедленно, и у вас нет разрешения, поэтому уезжайте, пока я не позвонила в полицию. Почему почти все население добровольно покинуло Дэдли Таун? И правда ли, что смертность здесь в 8 раз выше, чем в целом по стране? Этот город в Америке до возникновения слухов о привидениях был, вообще говоря, мало чем известен. Невероятные истории, которые на самом деле произошли с героями нашей программы. События, которые трудно объяснить, их можно только показать. Уникальный сериал из цикла «Нам и не снилось» потерянные. Только сегодня на РЕН-ТВ. Много опасных, темных и нехороших мест есть на Земле. Но это – настоящий ад. И находится он в Америке. Это видео может свести с ума любого. И такого вы еще никогда не видели. Небольшой городок Централия. Здесь земля горит под ногами, а люди проваливаются в преисподнюю прямо среди бела дня. У правительства есть опасения, что дома попросту провалятся под землю. Именно этот город стал прототипом всемирно известного Сайленд-Хилла – города призраков. Шарон! Стой! Город Централия – это своеобразный портал в ад. Через этот переход люди попадают в ад. Дым, огонь всегда привлекают бесов, шайтанов, чертей. И это своеобразный такой вот туннель в ад. Централия – маленький шахтерский городок в Пенсильвании. В 1981 году в нем жили больше тысячи человек. В 2007-м их осталось всего девять. Сейчас здесь осталось шесть или восемь домов. Что же за ужас случился тут? Куда пропали люди? И почему на въезде в город написано «Добро пожаловать в ад»? Она просто по названию проклятая. На самом деле она считается мертвой землей, или мертвый такой отрезок. Ну, соответственно, в этой же зоне и работают там маги, чародеи, занимаются какими-то своими делами, потому что там очень большое скопление мертвой энергии. Несчастья стали преследовать город с самого начала. В середине 19 века основатель Централии по имени Риа был зверски убит. Троих убийц из тайного общества повесили на главной площади. В ответ на казнь в городе была организована целая серия поджогов и жестоких убийств. На этом несчастья Централии не закончились, а, пожалуй, только начались. Те оставшиеся в городе девять жителей до сих пор передают из уст в уста легенду о священнике, который проклял город. Это случилось в 1869 году. Говорят, что город проклял священник, отец Макдармад. После того, как члены все того же тайного общества избили его, он воскликнул. Централия будет проклята, и здесь случится адский пожар, который ничем не смогут потушить. И гореть он будет 500 лет. Пощадит огонь только церковь. Находясь в таком беспомощном состоянии, он проклял этот город со всеми его жителями. И после этого он сказал, что догорит и этот город синим пламенем. Так и случилось. Церковь на окраине города осталась цела и невредима. Вся остальная Централия выжжена, разорена и полыхает до сих пор. Правда, проклятие свершилось только через сто лет. Но разве это уменьшает масштабы бедствия? О, паранормальная активность. Вполне возможно. Так Централия выглядит сейчас. Заброшенные улицы, разверзшаяся земля и кругом таблички, предупреждающие о жутких разломах и страшном ядовитом дыме. В других городах такого не было, чтобы горели шахты под землей. А здесь уголь горит уже десятки лет. Почва нестабильная. Поэтому часто образуются провалы в земле прямо на дороге. Джон один из немногих жителей, кто помнит дни, когда проклятие священника еще не превратило эту землю в ад. Была здесь группа людей, которая спускалась в шахты в поисках каких-то привидений или останков людей. Они сказали, что обнаружили там что-то ужасное. Это был маленький, но довольно уютный шахтерский городок со своими школами, церквями, театрами, банком, гостиницами и магазинами. Когда-то здесь было очень хорошо, а теперь его называют городом-призраком, потому что он практически покинут, потому что здесь почти никого нет. В мае 1962 года городской совет Централии нанял пятерых пожарных добровольцев для очистки городской мусорной свалки, расположенной в заброшенной шахте. Пожарные хотели поджечь мусорные кучи, позволить им прогореть некоторое время, а затем погасить огонь. Но пламя вспыхнуло такое, что потушить его не удалось до сих пор. Подоваривают, что город мог быть проклят, но местные жители не так суеверны. Мы слышали эти рассказы, и они легли в основу фильма о Централии, если вы смотрели Сайлент-Хилл. Многие верят в это, но жить все равно где-то надо. Здесь много кладбищ. Вся Централия оказалась охвачена, как и предсказывал священник подземным огнем. Через несколько лет он выбрался наружу. Под 12-летним мальчиком в буквальном смысле разверзлась земля. Асфальт треснул. Из дыры в полтора метра шириной и 45 метров глубиной повалил густой, едкий дым. Сколько я помню, он едва не погиб. Земля стала гореть под ногами жителей города. В проклятие никто не верил. А пламя все еще пытались потушить, хотя к началу 80-х оно полыхало уже почти 20 лет. В 2002-м Централия все-таки перестала существовать. По крайней мере, для официальных властей. В тот год индекс города был отменен. Правительство хотело, чтобы все отсюда уехали, потому что оно понимало, чтобы прекратить пожар в шахте, нужно ее полностью разрыть. А надо было ждать, когда все уедут. Старейшина города-призрака Джон, наверное, единственный, кто не верит в проклятие священника. Он хочет дожить до того дня, когда дым из глубоких трещин перестанет валить и в Централию вернутся люди. С этими оставшимися жителями могут происходить страшные вещи. Во-первых, они могут заболеть неизвестной болезнью. Во-вторых, они могут просто наложить проклятие на весь род, и у них не будут рождаться дети. Но пока над городом стелется мрачный туман. Это дым из горящих шахт, а дороги и пустые дома поросли мхом и потрескались. Смотрите далее. Тайна затопленного города. Вот эти бесы, шайтаны, воронки в этом проклятом месте, они как бы спят. Им надо, чтобы никто их не трогал, они как бы выгоняют людей. Уникальные подводные съемки русской Атлантиды. Город-призрак мстит своим жителям. Сразу после рекламы. Это уникальные кадры подводной съемки. Древний русский город построили еще в 12 веке. Теперь его называют русской Атлантидой, а некоторые – кладбищем призраков. Если воды немного, вот так, мы высаживаемся там. Она приходит к нам навстречу, всплывает, мы плачем. Ее часто сравнивают со знаменитым китежем, который исчез с лица земли в конце века по воле Божьей. И по ней же появится, когда придет час. И часом этим будет начало суда Божьего. Есть легендарный Китежград, который, когда пришли татаро-монголы, ушел на одно озеро, и там стоит, и колокола его звенят, и это можно услышать. Малога в последние годы тоже стремится подняться из воды. Что случится, когда город полностью окажется над поверхностью Волги? Об этом даже страшно думать. Некоторые исследователи говорят, что появление Малоги над поверхностью воды связано с крупными катастрофами. Появлялась она во время цунами в Таиланде, во время землетрясения в Японии. Недавно купола церкви снова показались из-под воды. Именно здесь, в середине 30-х годов, советские власти начали строить Рыбинское водохранилище. Город было решено затопить. Жителям велели переселяться. Многие отказались, а кто-то просто не успел. За 4 года работ здесь утонуло более 300 местных жителей. С тех пор город населяют призраки. Малога – это территория, где проживало элитное российское дворянство. Называй фамилии. Гнезья Волконские, Голицыны, Куракины, Графа Праксины, Шувалова, Мучины Пушкины. Рассказы потомков, переселенцев из Малоги – неприходящая боль и бесконечное количество легенд. Говорят о массовых самоубийствах, о неизвестных кладбищах и даже о призраках. Вроде бы все это из-за потревоженных храмов, которые не пощадили во времена индустриализации. Когда началась очистка ложа будущего водохранилища, старинные храмы взрывали. Построенные на века, они по-своему сопротивлялись разрушению. Говорят, после взрыва происходило чудо. Некоторые церкви взлетали ввысь и опускались на прежнее место целыми и невредимыми. Строители, заключенные, гибли один за другим. Их даже не хоронили. Просто сбрасывали в траншею прямо рядом с местом работы. Теперь эти неупокоенные души – предмет исследования эзотериков. Вот эти вот бесы, шайтаны, ну вот воронки вот в этой проклятом месте, они как бы спят. Им надо, чтобы никто их не трогал, они как бы выгоняют людей. Один мужчина, пожилой, и приехали к нему, и говорят дети, папа, давай собирайся. Сейчас будет вода подступать. Он сказал, я не поеду. Я умру здесь, но не поеду. Обнимет стены, плачет. Из рапорта начальника Молокского отделения лагпункта Волголага, лейтенанта госбезопасности Склярова, вышестоящему начальнику майору госбезопасности Журину. В дополнение к ранее поданного мною рапорта докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, составляет 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками, предварительно обмотав себя глухим предметом. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР. Находились люди такие, что говорят, мы не поедем никуда, мы останемся в деревне, вот привяжемся к своим деревьям, к саду, и пускай нас топит здесь. Пережить гибель родного города не смогли и многие из выселенных. Говорили, что почти 10 лет после затопления туда, где раньше стоял город, бывшие малакжане приходили целыми семьями не для того, чтобы почтить память погибших, а чтобы погибнуть самим. Массовые самоубийства потрясли окрестности. Но почему город так упорно тянул за собой своих жителей? У Малоги была своя огромная мистическая сила, которую не сломили ни взрывы, ни потоп. Вот в память от Малоги остались у нас часы, и там венские стулья. Даже дайверы, спускающиеся на дно, чувствуют мрачную энергетику этих мест. Неожиданно там может разыграться шторм, прогулка на катере над мертвой Малогой даже в солнечный день оставляет тягостные ощущения. А местные жители передают друг другу легенды о призраках, которых становится больше, когда проходит весеннее половодье, и купола церквей появляются из-под воды. Вообще как бы нежелательно там жить, люди там могут жить. Но если они там поселятся опять в этом месте, то с ними будут происходить заново, то есть вот беды, несчастья, болезни. Но полностью Малога все еще скрыта. Вместе с могилами погибших и со своими призраками. Когда загадочная русская Атлантида снова явится миру, согласно некоторым теориям, приблизится судный день. И мертвые станут живыми. И станет известна правда обо всех страданиях тех, кто навсегда погребен под водами Волги. Ровно три раза в год, и только в полдень в излучине реки Волги среди вершин Жигулевских гор встает прекрасный город-призрак. В местном краеведческом музее вот уже много лет, как самое большое сокровище, хранят вот эту уникальную фотографию. Вот это как раз та самая фотография, которая, как мы предполагаем, запечатлела одну из стадий возникновения так называемого Жигулевского миража. Призрак удалось запечатлеть максимально точно. Светящиеся контуры не оставляют сомнений. Это действительно похоже на самый настоящий город. Там есть и нечто похожее на наши православные соборы, на готический стиль, на какой-то восточный стиль. Есть то, что можно назвать стилем техно, то есть стекло, металл. Одним запомнился дворец со множеством башенок, другим ярко-розовый купол загадочного храма. Но каждый, кто видел его хоть раз, еще долго не может прийти в себя. Я общался с одним человеком, который видел эти миражи, и заходил он в эти миражи, значит, и он заходил в эту крепость, то есть видел людей, которые там ходят, и видел огромные стены, значит. Но после этого, после того, как он вернулся обратно оттуда, в принципе, этот человек заболел и до сих пор находится в плохом физическом состоянии. Кто-то видел таинственный город на берегу озера, другие у отвесного обрыва, третий на склоне холма. Но каждый раз загадочная картина была одинаковой, значит, наблюдения не могли быть просто фантазиями. Но что же это тогда? И кто эти существа, построившие город-призрак? Но в процентах 40-50 случаев вот такая глухая тишина возникала. И, наверное, и все. Это вот единственный признак. Как правило, очевидец говорит о том, что он не сразу понял, что он вошел в мираж. А он либо слышит постепенное нарастание звуков того мира, куда он попал, и постепенное ослабление звуков того мира, откуда он ушел. Построек на этом месте появиться не могло. В самом сердце Жигулевских гор нет и никогда не было никаких дорог. А значит, возводить там храм, а тем более город, бессмысленно. Ведь туда просто невозможно было бы добраться. Но тем не менее, еще тысячу лет назад об этом городе упоминали арабские летописи. А в 1636 году известный путешественник Адам Алиарий. Но откуда он взялся, этот город-мираж? И почему не каждый может его увидеть? Сенсационная версия ученых. Эксперимент из параллельного мира. Нам известно только одно место, где несколько раз повторялась пространственно-временная аномалия. Вот этот факт. Кто проецирует города-призраки на наш мир? Вот там действительно был весь комплекс и аномальных изменений растительности, и предыстории наблюдения светящихся объектов. Не пропустите! Сразу после рекламы! Об инопланетных гостях в этих местах говорят почти две тысячи человек. Уфологи каждый день принимают звонки от жителей. Они фиксируют все новые и новые наблюдения. Дело в том, что единственное место на планете Земля, где река делает такой поворот, она поворачивается по часовой стрелке в правую сторону и практически чуть не соприкасается. Где существует мощнейшее электромагнитное гравитационное лихревое поле, которое воздействует на поле сознания человека, на его психику и на его тело. Рядом с городом-призраком люди видели загадочные столбы света. Это уходящий в небо световой поток, достигающий нескольких километров в длину. Они неподвижны, а по форме напоминают колонны или цилиндры, зависающие на высоте нескольких десятков метров над лесом или дорогой. Все это происходит на протяжении нескольких сотен лет. Местные называют их эйвс и считают духами умерших. Нам известно только одно место, где несколько раз повторялась пространственно-временная аномалия, вот этот факт. Все остальное, оно как бы разбросано по территории и, соответственно, происходит в любое время года. Поэтому сказать больше это зимой или летом. Возможно, в загадочном городе обитают духи. А может быть, эта постройка была сделана гостями из космоса? И еще одна загадка для многих. Почему город-призрак привязан к определенным границам, в пределах которых он и перемещается? В 1991 году на территории археологического памятника Муромский городок, это недалеко от села Жигули в Ставропольском районе, были обнаружены не круги, но выволы, которые имели действительно аномальную природу. Там действительно был весь комплекс и аномальных изменений растительности, и предыстории наблюдения светящихся объектов. Это изображение вполне реального объекта, но только расположенного вне Земли. Когда-то высокоразвитая цивилизация и в самом деле построила этот город, а вернее спроецировала его с помощью невиданной установки. Город-призрак не просто видение, а самый настоящий портал, с помощью которого можно без труда переместиться на другую планету или оказаться в параллельном мире. Очевидцы нам подтверждают, что такой способ есть. Другой вопрос, как найти вот эти окна между мирами? Как найти время и место, когда откроется дверка? Ученые вооружились специальным прибором, чтобы проверить в норме ли магнитное поле. Результаты были просто поражающими. Магнитная проницаемость грунта была заметно выше именно в тех местах, где чаще всего появляется мираж. Значит, именно тут нужно искать загадочный механизм, который может приводить в действие инопланетную машину. Ученые допускают, что этот удивительный агрегат был построен миллионы лет тому назад. С тех пор цивилизация исчезла, а машина продолжает работать. Только теперь неуправляемо включается и выключается, являя миру загадочные миражи. По другой версии, эти видения показывают нам старинный город Ставрополь на Волге, который был затоплен при строительстве Волжской ГЭС. И несколько раз в году он как будто восстает из водных глубин. И город Ставрополь на Волге, город Святого Христа, тоже не так все просто. Как бы здесь много всяких таких... совпадений. Можно ли будет вступить в контакт с обитателями этого загадочного города? Правая рука излучает энергию, левая принимает. Вот по левой руке, по принимающей энергии, мы сейчас посмотрим ваше сверхчувственное восприятие. Я вот в данный момент ощущаю вашу энергетику и веду энергию вдоль руки, вверх, до плеча, до головы. Сейчас он воздействовал на мозг. Пытался вам включить эпифис. Что из этого получилось? Красно-коричневый какой-то город, как будто на высоте. Какие-то высокие-высокие здания. И все красно-коричневое. Нет неба никакого. Что-то в этом духе. Всего несколько минут, и неизвестные существа выходят на связь. Знаете, я вижу какой-то... Вот то, что я описывала вам, город, но это теперь какой-то он как прозрачный. То есть как будто он существует где-то прямо рядом с нами. А при этом он... Ну, такое чувство, что я могу пройти сквозь него. Но только тайну загадочного города неизвестные почему-то раскрывать не торопятся. Возможно, это послание адресовано не нам, а нашим потомкам. Как проклятие погубило целый город? И можно ли наслать порчу на несколько тысяч человек? Когда насылают порчу, то есть тогда вот возникает там разная эпидемия. Хотя это уже давно ушло, там, в старые века. Допустим, как выглядит город проклятый, он будет внешне очень мрачный. Это серые, блеклые тона. Это очень неприятный запах, знаете, тухлятины, болот, там, каким-то таким. Для парапсихологов в этом нет никакой загадки. Если город начинают преследовать несчастье, наркомания, внутренние войны, нищета или массовые самоубийства, это и есть признаки настоящего аномального сдвига. У темной силы есть определенная цель избавляться от людей в этом месте. Может быть, уже выполнена их миссия. Может быть, по той причине, чтобы как бы в другие города отправить проклятых людей, как разносить вот этот вот словно проклятый вирус, заражать дальше другие города. Исчезнувшие города привлекают большое внимание уфологов. Чаще всего именно над заброшенными жилыми объектами удается зафиксировать НЛО. Подземный бункер, объект 221 недалеко от Севастополя, самая главная и мрачная загадка. Секретный подземный город – бывший стратегический объект Черноморского флота. Он уходит почти на 200 метров под землю, а на поверхности часто видят неопознанные светящиеся тела. Дело в том, что над нашей цивилизацией стоит очень мощная техническая цивилизация, которая создала нашу цивилизацию. И она внимательно следит за развитием истории, за ходом развития нашей цивилизации, чтобы наша цивилизация не повредила планете в целом. Вместе с парапсихологом мы отправимся в подземелье, чтобы понять, какие тайны хранит этот заброшенный город-призрак. Значит, это запасной командный пункт штаба военно-морского флота. Тогда был, конечно, союзный флот. То есть на случай агрессии, надежного конфликта. От правительственного шоссе Севастополь-Ялта надо свернуть всего на несколько километров, чтобы оказаться в загадочном месте. Здесь будет стоять неприметная деревня Морозовка. Это последний пункт, до которого можно добраться на машине. Шоссе, ведущее вверх, перечеркнуто полосой препятствий метра четыре шириной. Кто-то не пожалел сил, чтобы перекопать и завалить камнями этот участок пути. Называют его так потому, что снаружи это всего лишь маленький дом, а под землей гигантское, поражающее своими масштабами сооружение. Объект 221 – это целый подземный город. Огромное строение высотой с 20-этажный дом. Но здесь всего четыре уровня. То ли советскому командованию нужно было много места, то ли задачи у этого объекта были куда более сложными, чем просто укрытие людей на случай техногенной катастрофы. Но есть также версия, что здесь базировались секретные летательные аппараты. Надо непременно подлететь к столицам, надо непременно вступить в контакт с правительством. Но в 92-м году по этим дорогам внезапно перестали ездить грузовики, а стройка остановилась. Местные не могли понять – объект заморозили из-за развала СССР? Или по другим загадочным причинам? У нас есть площадь, на которой и были очевидцы, села НЛО. И там в течение 10 лет в этом месте был выжженный круг. Говорили, что незадолго до закрытия строительства над объектом 221 появились загадочные светящиеся шары, которые поздно ночью приземлились всего в нескольких сотнях метров от засекреченного объекта. Военные – это закрытые наши ящики. Там происходят процессы, там производят эксперименты, делают ракеты другого поколения и так далее, и так далее, и так далее, вооружение. И там они появляются. Но, возможно, это были разведывательные корабли иных цивилизаций. Ведь советские военные разработки могли представлять для них угрозу. Смотрите далее. Главная тайна секретного военного бункера, которую знали всего два человека в стране. Даже до сих пор хоть краска облупилась, когда смотришь издалека, очень похоже, что это действительно следствие здания, среди леса. Уникальные доказательства существования призраков. Вижу, на фоне этого тумана проглядывается полупрозрачный силуэт мужчины. И подлинные факты о роли НЛО в истории человечества. Сразу после рекламы. Экстрасенс Геннадий Пругин поможет нам исследовать пространство города-призрака, чтобы понять, кем он сейчас населен. Чем глубже мы погружаемся в шахту, тем больше загадок. Первые новости хорошие. Подземный город хоть и разграблен, но никаких убийств здесь не было, и энергетически объект 221 чист. Здесь ее не ощущается, потому что здесь не боев, ничего здесь проходного. Здесь нет. Здесь довольно спокойное место. Негативную энергетику объект не пропускает, как и радиоактивные лучи. Но вот для жизни людей все же не пригоден. Скорее всего, наверное, отталкивает, потому что я не чувствую посещаемости. Раз. Во-вторых, место, вот оно... Как-то не... 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 не привлекательное. Это место не для отдыха. Возможно, это потому, что неопознанные летающие объекты, по слухам, здесь все еще частые гости. Соответствующие пометки сделали даже сталкеры. Вот эти надписи. Ближе к вершине горы дорожное покрытие вспучивается трещинами. Уже несколько лет подряд здесь случаются небольшие оползни, быть может, по вине скрытого в подземных недрах объекта, а может быть, из-за садящихся здесь летающих аппаратов. Но город-призрак мрачен и загадочен. Внутрь подземного бункера не проникает солнечный свет, а само строение смотрит на мир нарисованными глазами окон. И даже до сих пор хоть краска облупилась, где-то, когда смотришь издалека, очень похоже, что это действительно стоят здания, среди леса. На одном окне даже там нарисовали как-то сидящие кошки. У этих американских холмов тоже есть свои глаза. Американский город-призрак Дадлетаун люди покинули почти сто лет тому назад. Но до сих пор в местных лесах много призраков. А рядом с городом и сегодня происходят странные вещи. Это уникальные съемки американского кинопродюсера Дага Кикпатрика. Он пять лет пытался снять фильм о Дадлетауне. И все эти годы у него ничего не получалось. Заброшенный город как будто был против. В первый раз одного из участников съемочной группы поразила неизвестная болезнь. В другой раз неожиданно сломалась вся аппаратура. В третий пленка оказалась размагничена уже на монтаже. В четвертой на пленке не оказалось ни надгробий, ни руин города, только безлюдные холмы. А в пятый всю съемочную группу арестовали уже на подходе к городу. Мы не смогли закончить работу. По непонятным причинам кто-то выкупил всю территорию города. Теперь это частная собственность и вход туда категорически запрещен. Те, кому довелось посетить Дадлетаун, окрестили его мертвой зоной. В лесу мало диких животных, не слышно пения птиц. В городе, покинутом всеми, никогда не бывает солнца. Со всех четырех сторон Дадлетаун окружен горами и все время находится в тени. Те, кто осмеливался прийти сюда, рассказывали о светящихся шарах над могилами. О загадочных огнях и звуках. Некоторые встречали тут жутких зеленых чудовищ, распространяющих вокруг себя пламя. В съемочной группе Дага тоже явились призраки. Однажды едва киношники собрались снять ландшафт, как перед объективом вдруг промелькнула огромная черная тень. Операторы внезапно начали задыхаться, а продюсер и сценарист лишились чувств на целых полчаса. Мы не знаем, что здесь происходит. Это какой-то кошмар, совершенно точно. Мы отправились туда, чтобы все выяснить самим. Теперь люди снова пытаются построить здесь нормальный быт. Даже есть собственная пиццерия. Здесь ничего не происходит. Это просто частная собственность, природный заповедник, и мы о нем заботимся. Едва мы спросили жителей о проклятии, как многие отказались говорить, а одна из героинь даже устроила за нашей съемочной группой настоящую погоню. Убирайтесь отсюда немедленно. У вас нет разрешения, поэтому уезжайте, пока я не позвонила в полицию. Мистические смерти начали преследовать Дадли Таун с самого возникновения. Основали это поселение четыре брата Дадли, эмигрировавшие из Англии. Шлейф преступлений тянулся за их предками. Дедушка братьев совершил кражу из королевской казны и был обезглавлен. Отец, обладавший диким нравом, постоянно избивал жену и однажды зарубил ее топором. Дядя лично занимался охотой на ведьм и принимал участие в их казнях. Может быть, поэтому братья Дадли решили переехать туда, где никто не знал историю их семьи. И в 1660 году поселились в безлюдном лесном районе Коннектикута. Городок так и назвали Дадли Таун. Этот город в Америке до возникновения слухов о привидении был, вообще говоря, мало чем известен. Но в 19 веке поползли слухи о том, что город проклят. Люди начали умирать. Стали происходить массовые самоубийства горожан. Это подтверждают дальнейшие исследования, проведенные научными работниками. Но мистические смерти на этом не закончились. Через несколько лет все четыре брата умерли при загадочных и трагических обстоятельствах. Старший, Уильям, заболел неизвестной болезнью. Все его тело распухло, покрылось язвами. Второй брат, Александр, поехал в соседний городок, но его повозка опрокинулась. Он сломал шею и умер на месте. Третий брат как-то раз отправился на рыбалку. А когда вернулся домой, родные не узнали Эндрю. Он весь посидел, ужас застыл в его глазах. Два дня он ни с кем не разговаривал, а потом рассказал жуткую историю. Он встретил в лесу на берегу озера своего казненного отца, живого и здорового. Но это еще не все. Отец велел ему убить жену. Напуганный Эндрю через несколько дней исчез из города и больше его никто не видел. Скоро жители Дадлитауна остались без последнего брата Дадли. Младший Эдвард заживо сгорел в собственном сарае. Так братья-основатели города внезапно умерли один за другим. То есть умерли те, кто заложил в город первый камень. И это не оставило у горожан никаких сомнений, что в городе просто что-то нечисто. Эта внезапная смерть наложила отпечаток на действия всех горожан. Вскоре в доме одного из горожан произошло жуткое убийство. Утром хозяин обнаружил своего гостя в луже крови, буквально из Кромсенова на куски. Обвиненный в преступлении заявил, что в его доме живут демоны и привидения. А также жуткое животное, которое должно быть и убило гостя. Вскоре он сошел с ума, а убийцу так и не нашли. Ширились слухи о том, что в городе обитает страшное животное и призраки, демоны, которые окружают людей, которые там живут. После этого дикого случая последние обитатели покинули Датлитаун. Окрестные жители объезжали заброшенный город стороной, боясь приблизиться. В 1892 году город сгорел. Вскоре пепелище прозвали мертвой зоной. Люди говорят, там водится привидение. Я там была еще когда в школе училась. Было очень страшно. Не знаю, видела ли я что-нибудь на самом деле, или это мое воображение, но очень испугалась. И разные звуки, и видения. Жители окрестных деревень предупреждали проезжающих. От заброшенной долины стоит держаться как можно дальше. Но в 1994 году в Датлитаун приехал журналист Дэн Экрэйт. В лесу среди древних могил он пробыл несколько часов. За это время он не увидел ни одного дикого животного. Не услышал пения птиц и даже не заметил ни одного насекомого. Когда Дэн вышел из леса, он обнаружил, что его часы остановились. Да, я убежден, что-то существует. Мы это доказывали неоднократно. Я не знаю, что это. Привидения, духи, или как там называется. Наверняка я не могу дать определение. Но наши исследования доказывают существование духов и призраков. Называйте как хотите. Он стал просматривать пленку и увидел, что камера запечатлела людей, одетых в одежду 18 века. Они бежали с искаженными от ужаса лицами. Каково же было изумление Дэна Экрэйта, когда в кадре появилось страшное животное, напоминавшее огромную собаку. Из пасти чудовища свешивался длинный язык, капала слюна, торчали острые клыки, злобные глаза горели желтым огнем. Вся видеозапись длилась пять минут и неожиданно оборвалась. Возможно, это был тот самый монстр, о котором рассказывали жители Даглеталка. Насколько мне известно, самое первое поселение вымерло от какой-то эпидемии. После этого люди пытались там построить города снова, но все заканчивалось тем же. Приборы, замеряющие активность потусторонних сил, зашкаливали, едва стоило подойти к городу ближе, чем на 10 километров. Дэн Экрейт был настолько поражен, что сделал подробный доклад о Дадли Тауне в обществе парапсихологов Коннектикута. Доклад стал настоящей сенсацией. Впервые на телевидении тайны города мертвых под Москвой. Правда ли, что горожане бежали от сатаны? Здесь происходит аномальное явление, поэтому многие жители могли просто сбежать из этого поселка. Какие города станут призраками в ближайшие годы? Существует мнение, что когда-то пролетит там какой-то огромный метеорит, упадет в океан, где-то и вот глобальная волна, она смоет все это. Не переключайтесь, это касается вас. Этот призрак находится всего в 100 километрах от Москвы по Волоколамскому шоссе. Люди ушли отсюда еще в начале 90-х. Жизнь здесь, кажется, остановилась. Но парапсихолог и охотник за привидениями уверен, это только кажется. Когда-то здесь скишила жизнь, бурлила во всю. Сейчас это поселок призрак, в котором обитают только неупокойные люди. На безлюдных игровых площадках сталкеры по-прежнему слышат детский смех. В квартирах все выглядит так, будто люди бросили жилища в спешке и вот-вот вернутся. А на стенах кто-то оставил загадочные надписи. Здесь очень много неупокоенных душ и с помощью специальной аппаратуры мы можем даже сделать замеры и определить некротическую энергию, потому что здесь мертвых очень много. И не каждый сюда может ходить, на эту территорию, потому что это гиблое место, это проблитое место. У этого города даже нет названия. Ни в одних списках не значится. На карте его тоже никак не обозначили, даже в советское время. Это может почувствовать экстрасенс. И я не удивлюсь, здесь даже присутствует магнитная аномалия, так как вот сейчас у меня не показывают мобильный телефон сети вообще. Говорят, что здесь производили оборудование для подводных лодок. Но ни одного завода в округе нет. По некоторым данным, население этого городка составляло 5000 человек. В начале 90-х люди отсюда уехали чуть ли не в один день. Место стоит фактически на костях. Здесь происходит аномальное явление, поэтому многие жители могли просто сбежать из этого поселка. Почему же квартиры выглядят так, как будто жильцы спасались бегством? У экстрасенса есть ответ. Еще в советские времена здесь кто-то совершал колдовские ритуалы. Тайные знаки на стенах говорят именно об этом. Призраки досаждали обитателям и днем, и ночью. Парапсихолог видит. Последние годы ритуалов становилось все больше. Это было два часа ночи. Что самое интересное, этот силуэт светился. То есть он напоминал некое облако сгусток энергии. Я вижу, на фоне этого тумана проглядывается полупрозрачный силуэт мужчины, который одет в какую-то одежду рваную. С тех пор, как город покинули люди, энергетика этих мест стала еще хуже. Бывшие обитатели города, которых уже давно нет в живых, стали возвращаться в дома. И город снова стал густонаселенным, только теперь уже призраками. Экстрасенс уверен, что нечисть будет возвращаться сюда снова и снова, пока город не снесут до основания. Потому что это место, оно само по себе отгоняет от себя людей все живое, потому что это место мертвое, это место гиблое. И здесь энергетика настолько мощная, что люди здесь будут болеть, плохо себя чувствовать. Я даже, когда сейчас шел к этому дому, я увидел пару кривых деревьев, которые скривлены удивительным образом, и они сгинаются ближе к земле. Городов-призраков в ближайшем будущем станет только больше. Это связано с глобальным изменением климата. Центральную Европу и Америку ждут наводнения. Южные части земного шара – засухи и цунами. Существует мнение, что когда-то пролетит какой-то огромный метеорит, астероид, который вроде бы когда-то уже пролетал, упадет в океан, где-то и вот глобальная волна, она смоет все это. Невредимой останется только Россия. В нашей стране части суши не будут уходить под воду и вряд ли окажутся под угрозой вымирания. А значит, сумеречные города навсегда так и останутся страшными сказками, в которые на всякий случай все же лучше умереть. Смотрите в следующей серии фантастический эксперимент по созданию корабля-невидимки. Чем закончились опасные эксперименты Эйнштейна и Николы Теслы? И почему гениальные ученые отказались работать над машиной времени? Руки начинают воспламеняться, что они наполовину вошли в какую-то странную субстанцию, и оказывается, это борт судна или какая-то стенка. Самая страшная и загадочная морская катастрофа. Погибших вдвое больше, чем на Титанике. Но почему об этом молчит весь мир? Грузили сотрудники в какие-то большие, продолговатые ящики, грузили сотрудники НКВД, никого близко не пропускали. Что там могло быть? Если золото, его скорее всего искали бы, стали бы искать буритунтик. Могли быть какие-то документы? Какие-то сверхсекретные документы? И все самые интересные тайны морских глубин не переключайте канал РАН-ТВ. Продолжение прямо сейчас. Мировой океан и многочисленные моря остаются самыми неисследованными местами нашей планеты. Океаническое и морское дно хранят свои мрачные тайны столетиями. Катастрофы и странные исчезновения кораблей. Тысячи погибших и пропавших людей. Древние пророчества и предзнаменования. Обо всем этом может рассказать темная вода. Надо только прислушаться. Какие морские трагедии от нас скрывают и почему? На Армении погибло больше людей, чем на Титане, и Лузитане вместе взяты. Зачем советский теплоход отправили на верную гибель? И что за секретный груз он перевозил? Как американцы заставили свои корабли исчезнуть? Уникальный эксперимент, который опередил свое время. Корабль становился невидимым для радаров и прочей техникой, которая обнаруживала судно на расстоянии. И за какими морскими тайнами охотились нацисты? Часть бумаг Тессера была выкрадена немецкой разведкой. Уже накануне войны. Мрачная судьба проклятых кораблей. Против чего бессильна наука? С тем же Шармхосом связано такое, именно поверье, да, в том, что этот корабль был проклят еще при закладке. Кладбище мертвых кораблей. Какие тайны скрывают темные воды? 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции Москва встречала военным парадом. В ноябре 41-го солдаты прямо с Красной площади отправлялись на фронт. В этот знаменательный день за тысячи километров от Москвы на Черном море бушевал шторм. Но теплоход Армения, переделанный под плавучий санитарный госпиталь, все равно готовился к отплытию. Ведь на борту было очень много раненых. Никто и не предполагал, через несколько часов произойдет самая крупная морская катастрофа в истории СССР. Весь мир знает о крушении Титаника. И многие считают трагедию в Атлантическом океане не только самой значительной, но и самой загадочной. Но гибель советской Армении с легкостью разбивает этот миф. На Армении погибло больше людей, чем на Титанике и Лузитане вместе взятых. Причем погибло именно 7 ноября в праздник. Буквально через час с небольшим после окончания парада в Казмине. Парада на Красной площади. Эта трагедия, тем более в праздник, постарались замолчать. Она была окутана тайной. Так что же случилось с мирным теплоходом Армения? Как получилось, что при крушении спаслись всего 8 человек? И почему корабль до сих пор не найден? Гриф совершенно секретно исчез с военных хроник наркомата ВМФ только в конце перестройки. В 1989 году. До этого катастрофа была под запретом. Историки до сих пор не в состоянии перечислить поименно погибших людей. А на борту теплохода их было более 5 тысяч. Эвакуация шести госпиталей из Севастополя. Причем это не то, что все госпиталя эвакуировались с ранеными. Эвакуировался медперсонал, опытнейшие хирурги. В том числе ведущие врачи Черноморского флота, ведущие специалисты, главный хирург флота. Их всех загнали на Армению и в Африке обрекли на смерть. В последний рейс Армения отправилась из порта Севастополь в 5 часов вечера. Перегруженное судно должно было уйти в Туапсе. Но капитан получил секретный приказ. Отправляться в Ялту и забрать оттуда высокопоставленных чиновников. На пути в Ялту Армения получает загадочную радиограмму. Подойти к Балаклаве, но не швартоваться, а встать на рейде. Решение принимается более чем странное. Корабль почему-то заходит вначале в Балаклаву. А если кто имеет понятие Балаклаве, это очень сложный вход, очень узкий. А слушаться приказа в военное время капитан теплохода Владимир Блаушевский не мог. В открытом море к Армении причалили специальные катера НКВД. На борт теплохода начали перегружать деревянные ящики. Что же в них было? Версий много. Если что-то и погрузили на Армению, не медицинское, то скорее всего это были ценности из севастопольских, из крымских музеев. Эти грузы подлежали особой охране, и только НКВД могло обеспечить подобную охрану. Стоило ли так рисковать из-за нескольких ящиков с золотом? Ведь их можно было просто закопать в землю. Судно стояло 4 часа в открытом море без защиты. Любой немецкий бомбардировщик или торпедоносец мог атаковать Армению. Значит, груз был непростым. Это было. То ли сверхсвеческие документы, то ли сокровища музеев Крыма. И, кстати, передвижная выставка была армитажа, как раз вот в Алупке была. Может быть и эти. Причем огромное количество сокровищ было потеряно, и никто не знает где. Что было в этих ящиках, которые в груди, создавая НКВД, никто не знает. Что же находилось на борту Армении? И связана ли с тайной этого груза внезапная атака немецких самолетов? Что за секретные документы были в ящиках, и можно ли было за них заплатить жизнью тысяч людей? Это кадры нашумевшего голливудского фильма «Филадельфийский эксперимент». Два главных героя во время секретных испытаний на эсминце переносятся из 43-го года в 84-й. Эту тайну американские военные скрывали почти 50 лет, но только сейчас удалось разработать теорию, которая объясняет фантастические события. Об этом вы услышите впервые. После огненного японского смерча в Пёрл-Харборе США приступили к разработке сверхсекретного проекта «Радуга». Военные не желали терять боевой флот и решили сделать его невидимым для радаров и магнитных мин. К проекту привлекли двух физиков – Николу Теслу и Альберта Эйнштейна. Никола Тесла и Альберта Эйнштейна – это действительно гений. Но, самое главное, гений, весь объем их исследований до сих пор, в общем-то, нам неизвестен. И особенно это касается Никола Тесла и его всяких экспериментов. Сегодня американские военные настаивают. Эйнштейн никогда не сотрудничал с флотом. Однако историки нашли уникальные документы в архивах Вашингтона. Альберт Эйнштейн состоял на службе в морском министерстве с 1943 по 1944 годы. Это только официальная информация. Эйнштейн создал единую теорию поля в конце 20-х годов, в 1925-1927 годах, которая попыталась в себе соединить и какие-то основы электромагнитного, изучение электромагнитных волн и антигравитации, гравитации и ядерных каких-то технологий. Все это он хотел, грубо говоря, в одной формуле все это вывести. Тесла и Эйнштейн предложили накрыть корабль неким электромагнитным пузырем. Так он становился размагниченным и невидимым для радара. Дизель-генераторы создавали мощный ток, эти токи были в огромном магнетроне, который создавал высокочастотное магнитное поле. В основу проекта легли теории единого силового поля Эйнштейна, учения об эфирном пространстве и опыта с переменным током Теслы. Опытным экземпляром в проекте «Радуга» стал эсминец Элдридж. Корабль нашпиговали новейшей боевой техникой и уникальным оборудованием, которое должно было изменить магнитное поле корабля. На эсминец Элдридж каким-то образом поместили генератор, который занял всю длину судна от носа до кормы, что называется. И он был как огромный цилиндр, который помещался на корабле. Предварительные результаты экспериментов были засекречены. Их проводили в специально построенных лабораториях американской армии. США после открытия Второго фронта боялись утечки информации. Почему? Потому что часть бумаг Теслы была выкрадена немецкой разведкой уже накануне войны. Есть предположение, что летающие тарелки Третьего рейха, эти бумаги были выкрадены германской разведкой, и на основании прикладных открытий Теслы была создана вот эта летающая тарелка. Генералы торопили ученых. Война подошла к переломному моменту, и корабли-невидимки пора было отправлять в бой. Неожиданно Никола Тесла отказался от участия в экспериментах и запретил использовать свои разработки. Почему ученый пытался сбежать? И что случилось с эсминцем Элдридж? Зачем Эйнштейн уничтожил документы по проекту «Радуга»? Смотрите далее. Что такое проклятие корабля с точки зрения физики? Этот корабль был проклят еще при закладке. Почему владельцы лайнера «Конкордия» не прислушались к знакам судьбы? За что теплоход Армении отправили на верную гибель? И какую зловещую тайну скрывает эта катастрофа? Таинственные грузы, они были в большие продолговатые ящики, грузили сотрудники НКВД. Кто на самом деле отдавал приказы капитану Армении? Увручен все-таки приказ. И хотя ни в одном архиве подтверждения этому нет, но приказ достаточно серьезный. И фатальная связь проклятых кораблей. Это, конечно, удивительно. Совпадение. Через сто лет произошла катастрофа. Не переключайтесь. Через две минуты самые страшные тайны морской пучины. Гордость немецкого военного судостроения 30-х годов линкор «Шарнхорст» начал убивать людей еще до своего спуска на воду. Он унаследовал имя корабля начала века и прусского генерала Герхарда Шарнхорста. Но знал ли кто-нибудь про старое проклятие? Германия готовилась к победоносной войне. Самый тяжелый и максимально вооруженный линкор, еще не выйдя в море, перевернулся в доках Вильгельмсхакена. Он насмерть задавил почти 100 человек. И это было только начало. Все моряки знают, что каждый корабль имеет и душу, и характер, и свою собственную судьбу. И очень часто судьба корабля зависит от имени, который этот корабль получил. Броненосцу досталось имя от потопленного у Фолклянских островов в 1914 году крейсера «Шарнхорст». Тогда германская эскадра была почти полностью разбита английским флотом. Вся команда крейсера, почти тысяча человек погибла. Перевернувшийся в доках «Шарнхорст» заковали в цепи. Но крейсер продолжал убивать людей. Балки и текелаж постоянно срывались. За линкором, который еще ни разу не вышел в море, уже закрепилась черная слава. В день спуска на воду, 3 октября 1936 года, в присутствии Адольфа Гитлера, Тяжелый броненосец, будто подтверждая свое проклятие, сорвался с троса и рухнул на две баржи. Естественно, это сразу же стапеля обогрены кровью, кровью людей. Управляемый корпус судна едва только соскользнул со стапель палубы и вошел в море. Он тут же налетел на немецкий крейсер, протаранил его. «Суеверный Гитлер хотел отправить корабль на металлолом, но генералы уговорили оставить Шарнхорст хотя бы до первого боя. И, как оказалось, зря». Первый момент считается, что корабль начинает жить, когда его спускают на воду. Фактически вот закладка на стапелях, в навершии его, и это как зачатие, а спуск на воду – это как рождение. «Мы считаем, что момент начала процесса задает примерно, ну, в очень большой степени, не сто процентов, нет, но в очень большой степени задает возможности, как будет развиваться дальше этот процесс». Команду для плавающего проклятия пришлось набирать с потопленных судов. Добровольно никто не хотел выходить в море на этой бронированной крепости. Все знали – Шарнхорст обречен. Этот корабль своей боевой мощью и быстрым ходом казалось, одним видом должен запугать противника. Но во время боя на нем случайно взорвалась носовая башня и погибло 20 матросов. Днем позже от пороховых газов задохнулось еще 12 моряков. По пути на ремонт Шарнхорст врезался в немецкий лайнер «Госферс». Продержался на плаву чуть больше 3 года. Но роковым для него оказался вот рождественский поход в Рождество 43-го года, когда он вышел в Норвежское море на перехват конвоя, шедшим из Англии Советский Союз. В тумане Шарнхорст подвел радар. Он наткнулся на три английских конвойных крейсера. На беду в трюме взорвались еще и боеприпасы. Проклятый броненосец мгновенно ушел под воду вместе со всей командой. Почти 2000 человек погибло вместе с кораблем. Он ушел на глубину довольно значительные, 300 метров. Обнаружили Шарнхорст полвека спустя, в 2000 году, 3 октября, в день рождения корабля. На Черноморском побережье в начале ноября 41-го шла эвакуация. Все гражданские суда переоснастили в грузовой транспорт и плавучие санитарные госпитали. Именно такое судно Армения с Красным Крестом на борту 7 ноября атаковал немецкий торпедоносец. Об этой самой большой в истории морской трагедии молчали 50 лет. Из-за чего пошла на дно Армения и погибли тысячи людей. И почему немцы охотились за санитарным судном. Когда Армения шла из Севастополя в Ялту, ее капитан Владимир Полушевский получил секретную радиограмму. Подойти к Балаклаве и не заходя в порт, прямо в море забрать необычный груз. Таинственные грузы, они были и грузили в Балаклаве. То есть выйдя из Севастополя, Армения в начале зашла Балаклава, чтобы не запланировано. Сотрудники НКВД подняли на борт множество деревянных ящиков. Одни историки склонны считать, что таинственным грузом было золото. Другие настаивают. Армения принимала архивы и секретные документы. И на мой взгляд, вот тот туман, который сейчас в печати, значит, выплеснут, о том, что ищем, ищем, не найдем, но поиски продолжаются, о том, что, значит, экспедиция чуть не засекречена, вот связаны как раз с этим моментом. Но есть еще одна версия. На теплокот погрузили опытные образцы новейшего чуда оружия. Что же это было? Исследователи не исключают. В таинственных ящиках лежала разукомплектованная атомная бомба. Тогда над ядерным оружием работали ведущие физики-ядерщики Советского Союза Константин Петржак и Георгий Флеров. Именно они всего за год до войны открыли спонтанное деление ядра урана. Провести эксперименты в открытом море ученые не успели. И теперь бомбу надо было спасать от врага, вести в тыл и уже там ее дорабатывать. Это значит, Вторая мировая война могла быть закончена всего двумя-тремя точечными ядерными ударами по Третьему Рейху. Теперь понятно, почему теплоход не заходил в порт Балаклавы, а принимал груз в открытом море. О бомбе не должен был знать никто. Какие-то большие продолговатые ящики грузили сотрудники НКВД, никого близко не подпускали. Что там могло быть? Если золото, его скорее всего искали бы, стали бы искать более интенсивно. Могли быть какие-то документы. С таинственными ящиками на борту Армения отправилась в Ялту. Там в порту стало очевидно, корабль перегружен. Были также приняты общие фразы, и существует такая общая фраза, раненые 11 ялтинских госпиталей. Уже даже сложно представить, куда на это совсем небольшое судно можно было впихнуть, сколько людей. Существует информация одного из очевидцев отхода Армении, что люди стояли на внешней палубе, на верхней палубе, с толстой стеной. Штаб флота телеграфировал, не выходить в море до наступления темноты. Но капитан Армении Плаушевский почему-то проигнорировал прямой приказ и взял курс на Туапсе. Вышел засветло, потому что опасался налета немецких самолетов в порту. Но если бы этот налет произошел в порту, то все-таки шансов спастись было бы у многих. Что же заставило капитана Плаушевского нарушить приказ? Почему он вышел в море раньше намеченного срока? Кто торопил его? Сотрудники НКВД? СМЕРШа? Или кто-то другой? Сегодня историки говорят, что капитан Плаушевский получил еще одну радиограмму. Фальшивую. Возможно, это была игра немецких спецслужб, которые вынудили судно выйти в море утром. И не исключено, что они прекрасно знали, что за груз находился на Армении. Утром капитану Армении был вручен все-таки приказ. И хотя ни в одном архиве подтверждения этому нет, но приказ достаточно серьезный, и он подчинился именно ему. То есть выйти с утра. Армения с тысячами раненых на борту шла в конвои двух сторожевых катеров. С воздуха ее прикрывали два истребителя. Но летчики даже не заметили немецкий торпедоносец. Армения несла красные кресты на трубах, она шла под флагом красного креста, на бортах тоже были нанесены красные кресты. Поэтому ошибки в том, что это военное судно, в том, что это госпитальное судно, не могло быть летчик немецкий потопил. Это сознательно. Немецкий Хенкель зашел со стороны берега и выпустил в Армению две торпеды. А так судно было абсолютно беззащитно. Он вывалился из облаков. Видимость прекрасная. День идет, судно перегруженное идет малым ходом, маневрировать практически не в состоянии. Одна торпеда прошла мимо, вторая попала в носовую часть теплохода. После этого Армения продержалась на плаву всего 4 минуты. Носовая часть мгновенно отвалилась, затонула. Кормовая часть еще 4 минут продержалась. Даже сегодня никто не может назвать точные цифры погибших. Под воду ушло от 5 до 10 тысяч человек. Но какая тайна похоронена на дне вместе с Арменией? Как спаслись 8 счастливчиков? И почему теплоход до сих пор не могут найти? Имя итальянского красавца-лайнера Коста Конкордия сегодня уже стало нарицательным. Катастрофа Конкордии напомнила, как легко судьба может оборвать жизни людей. Ведь и предзнаменование было еще за 100 лет до трагедии. Крушение Коста Конкордии случилось в пятницу 13-го числа. Люди, верящие в магию цифр, не могли пройти мимо этого зловещего факта. Очень многим Конкордия напомнила легендарный Титаник. Итальянский лайнер входил в десятку самых мощных и надежных кораблей мира, как и Титаник. И ровно через 100 лет трагедия повторилась. Конечно, удивительно. Совпадение. Через 100 лет произошла катастрофа берегов, там, Лигурийских берегов. То, конечно, на любого такого здравомыслящего человека производят особое впечатление, потому что, во-первых, почему именно ровно через 100 лет, практически месяц, почти совпал даже. Круизный лайнер Коста Конкордия сходил со стапелей при большой шумихе. Пресной матерью судна стала супермодель Ева Герцогова. Но она не смогла разбить аборт бутылку шампанского. Все зашептались. Дурная примета. Фотомодель, которая разбивала шампанское аборт корабля, разбить шампанское не сумела. Вот Ева Герцога, казалось бы, она выбрана совершенно случайно. Но вот она должна была не разбить эту бутылку шампанского. Сначала это было предвестие неприятностей судна, а само судно, само его крушение было предвестием сложного периода в жизни Европы. О катастрофе «Титаника», которую предсказал писатель Мордан Робертсон в книге «Титан» знают почти все. Но «Титаник» стал еще и знаком крушения золотого поколения и символом грядущей мировой войны. «Титаник» — это единственный корабль, который был брендом цивилизации. И вот он действительно заложил циклы, которые с этой цивилизацией были связаны. И его гибель означала действительно некое такое разрушение, крушение надежд на такое позитивное развитие мировых событий. Всего через два года после крушения «Титаника» началась мировая война, которая отбросила цивилизацию на несколько десятилетий назад. Астрологи, сверяя небесные карты, говорят, лайнер был обречен с самого начала. И вот мы смотрим, как стояли планеты на этот момент. И дальше уже поэтому можем, например, определить его историю, критические точки, критические дни. Если бы я рассматривал эту карту как карту человека, я бы сразу сказал, что эта карта указывает на большие опасности при дальних путешествиях. То есть возможность гибели во время какой-нибудь дальней поездки или какого-нибудь серьезного несчастного случая. Но неужели и Коста Конкордия тоже несла на себе печать смерти? И что означает ее гибель? Какие катаклизмы нас ждут через несколько лет? Третья мировая война, глобальные эпидемии или финансовые кризисы? Почему американцы скрывают факты филадельфийского эксперимента? Удались ли им перемещения во времени и пространстве? Что за машину изобрели Эйнштейн и Тесла? Эти молнии при предварительных экспериментах случайно убили животных. И где сегодня находится экспериментальный корабль Элдридж? В результате вот этого облучения Элдридж на несколько мгновений как показалось наблюдателям исчез просто. Какие находки в море приносят беду? По морям и океанам плавают бесхозными десятки если не сотни судов их называют Трампом. И почему военные молчат о загадочной гибели транспортного судна Армения? Забыли и объявлять о том что мы потеряли так безбездарно 6 тысяч людей тоже никто не говорил. Как астрологи предвидят будущее через катастрофы? У нас есть такой хороший метод у астрологов наложение одной карты на другую. Через минуту будет самое интересное. Не пропустите! Во время Второй мировой войны Альберт Эйнштейн и Никола Тесла в секретных американских лабораториях в Филадельфии проводили уникальные эксперименты под кодовым названием «Радуга». Военные поставили им задачу сделать боевые корабли невидимыми для радаров с помощью электромагнитных излучений. Но почему перед финальными испытаниями Тесла покинул проект, а Эйнштейн уничтожил все документы экспериментов? Никола Тесла был недоволен результатами лабораторных опытов. Вместе с Эйнштейном они научились управлять силовыми и электрическими полями. Но животные, которые оказывались в электромагнитном коконе, погибали в мучениях. Такая же смерть ждала и неподготовленного человека. Эти молнии при предварительных экспериментах случайно убили животных. А вот Тесла прекрасно знал, где сесть под этой молнией, чтобы его не поразило этому. То есть масштабы его экспериментов сейчас даже повторить невозможно. Тесла сбежал из Филадельфии в Нью-Йорк. И там его подозрительно случайно сбил автомобиль. Сербский гений оказался прикован к постели. Мало кто знает, что 1 января 1943 года его навестила супруга президента США Элеонора Рузвельт. О чем беседовала с гением физики первая леди Америки неизвестно. Скорее всего Элеонора Рузвельт уговаривала ученого продолжить работу над кораблем невидимкой. Но получила отказ. Никола Тесла умер от сердечной недостаточности ровно через неделю после разговора с первой леди США 7 января 1943 года. Проект Радуга решили продолжить без него. Теснусь смерть такого гениального ученого не могла не сказаться на просто равных. Во-первых, Тесла не любил посвящать свои дела учеников. Он в чем-то одинокий гений. И он не любил афишировать свои работы. 22 октября 1943 года в порту Филадельфии на эсминце Элдридж запустили центральный генератор нулевого времени и четыре вспомогательных генератора электромагнитных колебаний. А через несколько минут корабль исчез. В результате вот этого облучения Элдридж на несколько мгновений как показалось наблюдателям исчез просто не только с экранов радаров что было как бы что ожидалось и что было обусловлено а исчез просто из поля зрения. По свидетельствам очевидцев Элдридж материализовался за несколько сот километров от места эксперимента в гавани Портсмута в Норфолке. Через несколько минут эсминец снова оказался в доках Филадельфии. Итоги эксперимента признали удачными но военные решили его повторить попросив Эйнштейна внести небольшие коррективы. Это был на самом деле прорыв в науке но прорыв как бы пока что в никуда конечно ученые хотели сделать корабль прежде всего невидимым для радаров и для локаторов. Чем закончился повторный эксперимент на корабле невидимки Элдридж? Какие ужасы предвидел Никола Тесла? Эйн уничтожил все документы проекта Радуга. Сегодня в век космических спутников сотовой связи и сверхточных навигационных приборов моря и океаны по-прежнему полны тайн и мрачных загадок. В 2004 году у берегов Калифорнии пропало несколько кораблей. В июне связь прервалась с рыболовецким траулером беспощадной. Чуть позже исчезла промысловое судно Мона Лиза. В сентябре на побережье началась паника. Пропал еще один корабль Марин Ан. Неужели в Калифорнии появился новый Бермудский треугольник? На самом деле по морям и океанам плавают бесхозными десятки, если не сотни судов. Их называют Трампами. Это бродячие корабли, брошенные то ли в силу неудачной попытки потушить пожар на нем, а он потом сам по себе погас, то ли по какой-то другой причине бросают эти корабли и они представляют большую опасность для судов. По спутниковому сигналу спасатели отследили последнюю точку местонахождения Мэриэн Ан. Она оказалась всего в 35 милях от берега. На этом месте был найден надувной плод, несколько буйков и ящик со льдом. Но само судно и команда бесследно исчезли. И теперь кажется, будто над кораблем висело проклятие. Судно могло быть выпущено, спущено на воду сразу же после восхода солнца. Тогда это солнце, то есть солнце на восходе подает, так называемый 12-й дом. Поэтому и старались. Судно на воду обычно и вообще любые вот такие рождения кораблей их обычно делали после полуния. Что могло стать причиной пропажей 14-метрового корабля? Центральный морской институт США выдвинул теорию о гигантских волнах-убийцах. Такая волна могла накрыть судно и утопить его. Но доказать это, не обнаружив корабль, невозможно. Море вообще всегда неохотно расстается с тайнами. И могут пройти десятилетия и столетия, прежде чем что-то становится известным. Иногда некоторые тайны никогда не станут достоянием человечества. Спустя трое суток гидролокатор обнаружил Мэриан Анн на глубине 642 метра. Батискав сделал несколько снимков и записал видео. Судно было абсолютно целым, без каких-либо повреждений. Сенсационная находка вызвала больше вопросов, чем ответов. Эксперты предположили, что на команду подействовал инфразвук. Есть такое понятие «голос океана», когда низкие частоты воздействуют на людей настолько угнетающе и даже могут остановить кровеносную кульсацию, потому что идет такое наложение волн, наложение вибраций. По мнению ученых, в одной точке сошлись несколько взаимоисключающих природных факторов, что в обычной жизни встретить практически невозможно. Частотой 6,8,9 герц. Если потоки воздуха, звуков, инфразвуки, они тоже идут с такой же частотой, то здесь возможен резонанс, который вызывает нестерпимую боль у людей и, как полагают, они просто спасаясь от этой боли прыгают в воду, оставляя свое судно в полной исправности. Но как же быть с кораблем? Каким образом он мог утонуть? Появилась еще одна теория. Судно ушло на дно из-за гидрата метана, особого газа, который иногда поднимается с отложений на дне. Газовые пузыри скапливаются под нищем корабля, образуя гигантскую воронку. И этот же метановый газ сводит людей с ума. Огромные пузыри метана поднимаются со дна, как бы оказываются под кораблем, всплывают, окутывают этот корабль, люди приходят как бы в состояние ужаса полного и теряют рассудок и как бы уже за собой не могут следить за собой, не могут. Вот. И исчезают все. Исследователи провели научный эксперимент, и он подтвердил теорию метанового газа. Но расследование затопления Мэриэн-Эн на этом не остановилось. Оно длится уже шесть лет. Теории и домыслы множатся каждый год. И пока истинная причина трагической гибели калифорнийских рыбаков не найдена. Как астрологи предвидят наше будущее через катастрофы? У нас есть такой хороший метод у астрологов наложения одной карты на другую. И почему трагедия транспортного судна Армения 50 лет была под грифом секретна? Армения чемпион мира по минимуму спасшихся людей? Какую космическую тайну скрывают глубины Черного моря? Попытки найти ее на морском дне, несмотря на довольно внушительные размеры судна, пока не увенчались успехом. Люди как бы врастали наполовину например в обшивку судна. Что предвидел гений физики Тесла? А Тесла что-то видел, что-то понимал, что-то ему было открыто. И в чем ошибся Альберт Эйнштейн при создании корабля-невидимки? На несколько минут корабль оказался в другом измерении и в другом месте. Смотрите продолжение через две минуты не пропустите. Будет очень интересно. В октябре 43-го года американские военные приступили к финальной стадии проекта «Радуга». Эксперименту по созданию корабля-невидимки с помощью электромагнитных волн. Из двух ученых-физиков, которые начинали работу, остался только один Альберт Эйнштейн. Никола Тесла умер при загадочных обстоятельствах за несколько месяцев до пуска генераторов на эсминцы Элдридж. Были включены два мощных генератора. Началось воздействие этими пушками и излучателями на судно, в котором стояла принимающая аппаратура и пущены люди туда, как в заповеднике просто на поляну. Подопытный Элдридж накрыла зеленая пелена и он исчез. Но когда корабль появился на рейде, началось невероятное. из 180 моряков выжили всего 20. Остальные метались по палубе как безумные, горели живьем, а некоторые срослись с корпусом корабля. Многие теряли рассудок, многие падали как бы без чувств и больше уже никогда многие из них никогда не приходили в себя. Какие-то странные превращения в полупредметы, в полувещи. То есть люди как бы врастали наполовину например в обшивку судна и в таком виде там замораживались. Даже сегодня никто из ученых не может объяснить что же случилось с экипажем Элдриджа. То есть на несколько минут корабль оказался в другом измерении и в другом месте. Что произошло с людьми? Действительно во-первых это был какой-то шок. Медицинские явления сейчас я не берусь описывать, фантазировать, потому что никаких данных об этом нет. Моряков доставили в закрытую клинику и подвергли тщательному изучению. Но их странное состояние не проходило. Несчастные люди бредили и умирали один за другим. Руки начинают воспламеняться, что они наполовину вошли в какую-то странную субстанцию. Оказывается это борт судна или какая-то стенка. В то же время они живы, они все это понимают. Эксперимент провалился. Расчеты Эйнштейна оказались неверными. Возможно именно эту катастрофу и предвидел Никола Тесла. У сербского ученого были экстрасенсорные способности и порой он в уме мог представить все последствия своих гениальных изобретений. мы совершенно не знаем той среды в которой мы живем. А Тесла что-то видел, что-то понимал, что-то ему было открыто. Тесла видел практически ну все что можно было увидеть вытаскивая оттуда нужные направления деятельности и прикладные какие-то способы использования этих знаний. Телепортация эсминца стала побочным эффектом филадельфийского эксперимента по созданию корабля-невидимки. О том, что Элдридж войдет в другое измерение никто, кроме Теслы не мог и предположить. Произошел какой-то переход в другое измерение то, повторяю, при неоднородности поля точного обратного перехода не произошло и произошло смешание молекул и частиц людей и близ лежащих каких-то надстроек корабля то есть металла и людей. И в результате получились какие-то смеси из атомов металла и углеводородов организма человека. Эксперименты прекратили и все филадельфийское дело сдали в секретный военный архив. Айнштейн лично уничтожил большинство расчетов. Гений не смог смириться со своей самой крупной неудачей в науке. Что-то он довел до конца что-то не довел и уничтожал многие документы которые как он считал были бы вредны науке и миру а главное миру. Он уничтожил эти документы. Конечно они могли многое как бы разъяснить пролить свет на какие-то события. Спустя десятилетия известный астрофизик Морис Джессуп занялся расследованием по делу создания корабля-невидимки. Он опубликовал несколько скандальных материалов и кажется ученый слишком близко подобрался к правде. Джессуп нашли в его машине к задней то есть к выхлопной трубе у него была применена труба резиновый шланг который вел внутрь машины в кабину и все окна были задраены. За судовыми журналами эсминца Элдридж и сопроводительного корабля была устроена настоящая охота. Однако на все запросы в правительство и военные ведомства приходил официальный ответ журналы утеряны. Если бы американское командование ВМФ хотело разоблатить все эти мифы это можно было сделать буквально за несколько дней предоставив все списки моряков а все документации допустим вахтин журнал был утерян все остальные документы были. Судьба эсминца Элдридж оказалась вполне заурядной. Много лет корабль был в резерве флота США а позже его переименовали и продали в Грецию. Тайна самой страшной катастрофы на море гибели теплохода Армения что за оружие перевозили на нем и почему немцы охотились за санитарным судном разгадка совсем скоро. 7 ноября 41 года в Черном море недалеко от Ялты санитарный теплоход Армения был подорван торпедой немецкого Хэмкера. Зачем самолет атаковал беззащитный корабль с красными крестами на борту? Почему из нескольких тысяч пассажиров спаслось всего 8 человек? Куда пропал секретный груз НКВД? И почему Армению не могут найти до сих пор? подорванный торпедой теплоход ушел на дно всего за 4 минуты. На самом деле там очень глубоко там чуть ли не километровые глубины там метров 800 в некоторых местах и вот на эти глубины как раз ушли все эти суда практически со всем составом который на них находился. Очевидцы же вспоминают после попадания торпеды корабль раскололся пополам от сильнейшего взрыва. Значит на его борту была взрывчатка и не исключено что именно таинственный груз в деревянных ящиках принятый капитаном возле Балаклавы стал роковым для Армении. Армения чемпион мира по минимуму спасшихся людей при общем количестве пассажиров. Такого в истории просто нет. Вот это тоже остается тайной. Все документы и протоколы были уничтожены в 49-м году. Историки подозревают это было сделано сознательно чтобы лишний раз не говорить какой же таинственный груз был на Армении. И об этом вроде как и забыли и объявлять о том что мы потеряли так бездарно 6 тысяч людей тоже никто не говорил. Знал достаточно узкий круг ветеранов историков и так далее. А уже общественность об этом узнала конечно уже вот во времена скажем конца с конца 80-х до сегодняшнего. После уничтожения архивов исследователи не могут определить координаты гибели теплохода. Действительно ли они утеряны или координаты скрывают? координаты умышленно изменены координаты гибели Армении. То есть Армения могла погибнуть в довольно большом районе. Существует трое официальных координат и мы были поражены когда нанесли точку на карту оказалось что это вообще на суше в районе горы Айпетри. Вторая точка была напротив мыса Айтодор это Ласточкино гнездо на глубине 400 метров и третья точка опять-таки Айтодор но уже на глубине 1200 метров. Украинские подводные археологи в конце 90-х годов ликовали. Они установили точное место крушения. На дно опустился батискав Лангуст и подводники нашли корабль но совсем другой. Армению не нашли нашли Ленина и даже что-то с него умудрились поднять благодаря кем-то с батискафом но Армению не нашли. Несколько лет подряд военные историки делали запросы в Германию пытаясь найти экипаж самолета атаковавшего Армению. Летчики наверняка оставили хоть какие-то координаты в своих рапортах. Ответ немецкой страны обескуражил. Архив Люфтваффе был вывезен в СССР. Современные физики ядерщики выдвинули собственную версию взяв за основу данные о секретном оружии которое могла перевозить Армения. От удара торпедой сдетонировал взрыватель атомной бомбы а на глубине под страшным давлением воды произошла реакция распада. Пожар мог быть пожар до них мог добраться после того как Армения скрылась под водой и там мог произойти страшнейший взрыв и разметать остатки. Именно поэтому Армению не могут найти до сих пор. На дне Черного моря ее просто нет. Она уничтожена навсегда. На самом деле я наверное горчу сотню любителей военной истории. Я боюсь что пеленотайна не спадет никогда. Катастрофа круизного итальянского лайнера Коста Конкордия носит как будто такой же символический характер как и крушение легендарного Титаника. Всего через два года после крушения Титаника на дно пошла вся благополучная цивилизация Европы. У нас есть такой хороший метод астрологов наложение одной карты на другую. Поэтому я попробовал взял простую вещь. Я наложил карту Титаника на карту Европы. На Европу произвело впечатление не момент спуска Титаника на воду, а момент его крушения. Но этот знак стоит рассмотреть более пристально. На Конкордии в круиз отправилась внучка одной из спасенных пассажиров Титаника. Бабушка Валентины Капуана в 1912 году выжила, но потеряла мужа в холодных водах Атлантики. Обе катастрофы не поддаются логике, но знаки судьбы надо уметь читать и видеть. Гибель Титаника после столкновения с Айсбергом стала предвестником Первой мировой войны. Что же нас ждет после гибели Конкордии? Когда я наложил вот сейчас карту Конкордии, Коста Конкордии на карту Европы, оказалась совсем удивительной вещью. Плутон, планета, которая в нашем астрологическом представлении предвещает серьезный кризис, большие повороты, крайняя нестабильность, иногда социальное крушение, вышел ровно в зенит карты спуска Конкордии на воду. Ровно в зенит. Точно соединился с Солнцем, которое было в зените. После двух мировых войн человек снова уверовал в чудесную силу техники. Она все решит, поможет и никогда не подведет нас. Но очень скоро за все придется заплатить. Загадочные исчезновения людей по всему миру. Что происходит? Почему с каждым годом пропавших все больше? Уже много веков портал открыт. Документальные свидетельства исчезновения людей после приземления странных летающих объектов. И что стало с теми, кто вернулся после похищения? Почему вся информация была засекречена? Знаешь ли ты, где тут земля? Я покачала головой. Прямо сейчас фильм сенсация о паранормальных исчезновениях людей и силах, которые смотрят на нас извне. Не пропустите, ведь это касается вас. Знаете ли вы, что каждые три минуты в мире бесследно исчезает один человек? Это 500 человек в день. Ричард Эйсмет Великобритания субботним вечером пошел принять душ. Спустя час родственники забеспокоились и выломав дверь не обнаружили и следов Эйсмета, при том, что комната не имела окон. Марик Кувье Франция оставив 7-летнего сына на скамейке забежала в стоматологию записаться на прием. Бесследно исчезла на коротком промежутке между скамейкой и входом в поликлинику. Ее не видели даже сотрудники регистратуры. Куга Бартина с Испания, закончив праздничный ужин с друзьями, пошел в соседнюю комнату за игральными картами. Больше его никто и никогда не видел, при том, что комната не имела второго выхода. В государственных и полицейских архивах всех стран мира значатся самые невероятные случаи, которым никто не может дать объяснение. Люди бесследно исчезают как поодиночке, так и целыми городами. Ежегодно по России это официальная статистика от 80 до 100 тысяч человек. Это порядка, наверное, за несколько лет практически исчезает Тула. То есть два года это исчезает город Тула. Ирина Артемова, 22 года, Москва. Сказала маме, что возвращается домой, но так и не доехала. Кравцова Кристина, 20 лет, Москва. Вышла утром из дома и не вернулась. Витя Руссо, 11 лет, Москва. Выехала из школы два года назад, домой так и не вернулся. Масяйкин Владимир, 22 года, Алексей Сапельняк, Ольга Потапова, Иван Серебряков, Мария Пахоменко, Максим Пищудин, Сережа Гафин. И так сотни, тысячи людей по всему миру. Пока вы смотрели на эти фотографии в мире, пропал еще один человек. Правда, иногда они возвращаются как ни в чем не бывало и даже не помнят, где были последние пять, десять, а то и 20 лет. Но как такое возможно? Какие же силы похищают людей? И что за зловещие эксперименты над нами они проводят? Вполне можно сделать. Вполне можно сделать, прийти и внушить, и мысленно передать. И человек выполнит навязанную волю. Ведь часто похищенные даже не знают, что отсутствовали столько времени. Люди рассказывают самые удивительные истории, и многие отказываются им верить. Совершенно напрасно. Смотрите в заключительной серии документального проекта «Потерянный». Теория пространственно-временных дыр доказана. Люди попадают вот словно в безвремени такое, где время меняет свой ход. Как связано падение Челябинского метеорита с загадочным исчезновением людей? Когда на нас упадет светящееся тело, будут какие-то обострения в плане аномальных явлений. Сенсационное свидетельство очевидца Челябинской аномалии. И почему от нас скрывают правду о похищениях людей? Просто пропадают и все бесследно. Уникальные материалы по делу супругов Хилл, первой в истории человечества пары похищенной НЛО. В разговоре с командиром я спросила, откуда они прилетели. Тот достал карту. Знаешь ли ты, где тут земля? Я покачала головой. Где находится русский Бермудский треугольник? Один из входов таких, где происходит частое исчезновение людей и такое же таинственное появление иногда и предметов. И новая версия исчезновения самолета А-2 с аэродрома в городе Сироми. Рано утром 15 февраля 2013 года Василий Пыров из села Куваши, что под Златоустом, вышел из дома. Было еще темно, он собирался на рыбалку. Но вскоре случилось невероятное. Василий бесследно исчез. Об этом событии знает весь мир. В 9.20 утра в небе над Челябинском все увидели огромное светящееся тело, потом вспышку, а потом почувствовали взрывную волну. Племянник Василия Пырова Николай проснулся от того, что стены дома задрожали и взрывная волна выбила все окна небольшого деревенского дома. Ну, я спал, потом услышал очень сильный грохот. стены задрожали, стекла все посыпалось на пол. Я думал, Третья мировая война началась. Еще страшнее Николаю стало, когда он выглянул в окно. Вид на озеро Чебаркуль открывался жуткий. Бросалась в глаза огромная воронка. У меня же этот дядя-то с утра пошел на озеро порыбачить. Где он? Что он? Кинулся, ключи взял от машины, побежал, поехал на озеро. Но меня туда не пустили, там оцепление было. Вообще не дали пройти. Я его так поискал, походил вокруг, где можно было пройти, куда пускали, нигде не нашел. Инопланетное тело весом почти 10 тонн летело со скоростью 18 километров в секунду. Всего через 30 секунд после вхождения в атмосферу метеорит стал разрушаться. Общее количество высвободившейся энергии составило 500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения бомба над Хиросимой была всего 18 килотонн. Взрыв над Челябинском был в 30 раз мощнее. Николаю этот день запомнился надолго. Его дядя с рыбалки так и не вернулся. Оперативная группа, работающая на месте падения небесного тела никого не нашла. В новостях о погибших тоже не было ни слова. Каждый день включал новости, ждал каких-то вестей. Может быть найдут пропавшего дядю. Когда Николай смог оказаться на месте крушения небесного тела, он увидел жуткое зрелище. Посреди озера огромная воронка, а неподалеку нетронутые удочки и складной стул. Дядя исчез бесследно. Я надеюсь, что он где-то есть. Я его все равно рано или поздно найду. О Челябинском метеорите тоже ходит много легенд. Говорят, что над местом падения видят светящиеся тела, что животные и птицы покинули озеро Чебаркуль, что люди боятся близко подходить к месту падения, потому что там происходят странные вещи. Не работает сотовая связь, слышатся голоса, да и вовсе чувствуется дыхание чего-то нехорошего. Для меня метеориты строят одно и то же. И когда я делала прогноз на 2013 год, я сказала, что мне показывают о том, что на небо надвигается что-то сверху. Предсказательница из Татарстана знала о приближавшемся метеорите. Она дала такой прогноз за три дня до происшествия и даже говорила об этом еще в декабре прошлого года, когда все ждали конец света. конец света будет постепенно. Такие основные очаги, то, что уже будет видно, что вот-вот оно скоро будет, это будет лет 50-70 еще. По словам Алсу, это не последний подарок из космоса в этом году. Но бояться апокалипсиса не стоит. Тем более уральцам ничего не грозит. Второй волны точно не будет. Я говорила о том, что когда на нас упадет светящееся тело, то это запустит какой-то процесс на земле, то есть и после этого будут какие-то обострения в плане аномальных явлений природных катаклизмов, землетрясений, все, что с этим связано. Разрушения будут в странах Европы и некоторых штатах США, а падение Челябинского метеорита это всего лишь хороший урок. Мог ли пропавший в месте падения метеорита рыбак не просто исчезнуть, а стать жертвой похищения? Есть ли у такой версии хоть какие-то доказательства? А на самом деле, если бы это были там такие, значит, существа, на которых напали, они, естественно, защищая себя, могли все разнести с их чиновниками, если они есть, конечно. О людях, ставших жертвами загадочных пришельцев, становится известно все чаще. Их считают сумасшедшими, но ведь эти свидетельства и воспоминания во многом сходятся. Геологи находили там на севере сброшенный самолет, там людей нет, никаких следов нет, а ощущение было такое, что люди просто исчезли. Самолет имеет люк, замок закрыт изнутри. Ну, можно сказать, что самолет там сделал вынужденную посадку, но как оттуда вышел экипаж, следов никаких нет. Известно, они летают в созвездии Плеяды, вот некоторые говорят, многие говорят, что с Орионом, орионцы. Вот, например, те, которые видела я в Перу, они говорят, они контактируют с орионцами, они помогают им жить, они дали им грамотность, они сделали вот эти полосы, и они сажались тут свои самолеты, они полосы делали лазерным лучом, я их выведала. Но чем они делали? Потому что их не видно, по земле идешь, не видно, а сейчас песком еще завесено. Смотрите далее. Уникальные материалы по делу супругов Хилл, первой в истории человечества пары, похищенной НЛО. Барни затормозил, и мы увидели над шоссе светящийся шар. Это было похоже на вспышку. Секретная досьена пришельцев. Посчитать количество этих случаев, их будет за 30. Уникальные свидетельства тех, кто первыми установил контакт, и доказательства для всех, кто не верит. Знаешь ли ты, где тут земля? Я покачала головой. Тогда командир спросил, как я объясню, откуда мы, если ты не знаешь, где находишься сама? Путешествия во времени реальны. Видели в своем туннеле поезд-призрак. Что такое черные дыры на самом деле? Портал открыт. По каким причинам он открыт и почему он не закрывается? Никто ответить на этот вопрос не может, но пропадают люди. И невероятная гипотеза о путешествиях во времени не пропустите. Фантастические истории, которые оказались правдой. Бетти и Барни Хилл стали первыми людьми в мире, которых похитили инопланетяне. После их рассказов все больше людей стали признаваться, что и они стали жертвами загадочных экспериментов. Вечером 19 августа 1961 года супруги Хилл возвращались домой. Вдруг на небе появился огромный светящийся диск, как потом стали говорить, летающая тарелка. Хорошо были видны пришельцы, которые разглядывали автомобиль. Спустя два часа супруги очнулись в автомобиле за 100 километров от того места. Вот таких случаев невероятное количество. Если взять за основу 100% всех этих случаев и предположить, что 99 случаев это вранье или выдумка, или там отклонения какие-то, а 1% правда, то в таком случае посчитать количество этих случаев их будет за 30. Рассказывая об удивительном происшествии, Хиллы стали знаменитыми. Это уникальное интервью Бетти. Его в 1999 году снял знаменитый исследователь паранормальных явлений Джон Хорриган. Ее мужа Барни уже много лет нет в живых, и она осталась единственным свидетелем событий той ночи. Барни затормозил, и мы увидели над шоссе светящийся шар. Это было похоже на вспышку. Она рассказывает, будто на корабль их доставили пять человекообразных существ. Ростом не более полутора метров, с широкой грудью и лицами монголоидного типа голубовато-серого цвета. У супругов брали всевозможные медицинские анализы. В разговоре с командиром я спросила, откуда они прилетели. Тот достал карту. Знаешь ли ты, где тут земля? Я покачала головой. Тогда командир спросил, как я объясню, откуда мы, если ты не знаешь, где находишься сама? Кстати, капитан инопланетного корабля общался с Бетти по-английски, а со своей командой звуками, которые были похожи на мурлыканье кошки. Хотя Бетти и Барни пробовали в плену пришельцев не более двух часов, их отсутствие на земле длилось гораздо дольше. Родные уже собирались подавать в розыск. Супругов не было дома целую неделю. Нам показалось, что мы отсутствовали всего несколько минут. Когда мы пришли в себя и существа исчезли, наша машина оказалась в нескольких милях от того места, куда мы направились. Но когда мы взглянули на часы, обнаружили, что прошло всего пять минут. Могут ли похищенные инопланетянами отсутствовать на Земле бесконечно долго? И правда ли, что межпланетное время течет быстрее? Мы вот предполагаем, что, возможно, такие существуют процессы в природе. Они есть. Только мы их не можем понять, по каким законам они происходят. Там происходит, там есть предположение, что там от изменения объема движущегося, изменяется время. Но это нужно очень много там включать. космологи утверждают, чем сильнее гравитация, тем медленнее течет время. Иными словами, каждая планета во Вселенной теоретически может иметь свою временную скорость. Космический корабль, способный преодолевать скорость света, скорее всего, способен создавать вокруг себя и пространственное поле, в котором поддерживается привычный для экипажа ход времени. Уфологи уверены, именно так объясняются самые загадочные случаи похищения людей. Люди, которых не было год, появившись, утверждают, что отсутствовали всего час. Эта уникальная история случилась прошлым летом в самом центре Москвы. Вера договорилась со своим другом встретиться в парке, чтобы прогуляться. В их отношениях были проблемы, и Веру ждал серьезный разговор, возможно, даже неприятности. Но что бы такое? На эту лавочку в парке Александр не пришел. Дома его не оказалось. Я спешила к нему навстречу, правда, опоздала где-то минут на 15-20. Я пришла туда, но на месте его не оказалось. А я знала о том, что он специально приехал из Питера для того, чтобы со мной поговорить, и поэтому я понимала, что он точно должен быть здесь, на этом месте. Я позвонила ему на мобильный, абонент оказался недоступен. Появился он только через неделю. Вера услышала в трубке возмущенный голос. Александр ждет ее в назначенном месте уже 40 минут. Как будто все начинается расплываться. Все вокруг. Гул и яркая вспышка. И темнота. Вера обратилась за помощью к экстрасенсу. Татьяне Московской часто приходится сталкиваться с поиском людей, и причины их исчезновения оказываются куда более загадочными, чем мы привыкли ожидать. Из этих 100 человек 50% это может быть какие-то убийства. Человека убили и где-то его спрятали, закопали. А 50% это связано именно с мистическими исчезновениями. Это или человека забирают НЛО, либо есть такие порталы, некие переходы в потусторонние миры, в тонкий мир, в другое измерение. Как выяснилось, молодой человек не сбежал, не попав в беду, а телепортировался, то есть оказался в другом измерении. Это только кажется фантастикой. На самом деле самая настоящая наука. Ученый Люк Монтанье, ставший лауреатом Нобелевской премии в области медицины в 2008 году, опубликовал частичные результаты своих последних экспериментов, которые стали настоящим научным прорывом. Все дело в том, что итоги последних исследований Монтанье и его соратников прямо доказывает на то, что существует возможность телепортации цепочек ДНК в удаленной клетке с помощью электромагнитных сигналов. Это доказывает, что телепортация целого человеческого тела возможна. Таких воронок порталов очень много вообще даже в нашей стране. В момент телепортации человек может испытывать самые невероятные ощущения. Например, оказаться в другой эпохе, а то и вовсе в другом теле. Например, многие космонавты телепортировались, оказавшись в космосе, но боялись говорить об этом долгие годы. Рассекречены их свидетельства только теперь. Они ощущали себя то ли рыцарем в каком-то поединке, кто-то из космонавтов ощущал себя даже каким-то живым существом и даже динозавром. Все вот такие описания, все такие явления можно счесть за фантазию или какой-то вымысел. Тем не менее, об этом, о таких же явлениях рассказывают и древние тексты. Воспоминания Александра о времени, проведенном далеко от земли, смутны, но от того не менее интересны. Словно гул какой-то в ушах, и ты как будто уходишь куда-то. И темнота. И вот немножко зябко, как зимой, вот как сейчас. И потом происходило что-то странное. Он рассказывает, что побывал в другом времени и даже в другом теле, но едва пришел в себя, как все происходившее показалось ему необычным сном. Сейчас Александр сочиняет еще и стихи, и многие из них о тех мирах, в которые простым смертным путь заказан. Это уникальные кадры. Группа русских исследователей с 1994 года проводит работы по изучению телепортации. Главная их цель развить в человеке способности к телепортации. Они уже научились перемещать в пространстве мелкие предметы. Монеты, ручки, кольца. Ну, какой смысл перемещать монетки, да? Это же для обучения. И не только мелкие предметы, в общем, сейчас мои ученики уже и большие предметы вытаскивают, но задача, конечно, стоит научить перемещать человека. из 450 учеников единицам удалось переместиться во времени и пространстве на 12-14 часов, десяткам на час. Они верят, что совсем скоро получится отправить человека в прошлое или будущее. Например, моя ученица рассказывает мне такую историю, говорит, я иду домой, дорога домой, уже изучена, как раз после занятий, да, я все думаю, вот как мы на занятиях занимались, что бы надо добавить, что надо изменить, вот поворачиваю за угол своего дома, вот угол моего дома и подъезд, и вдруг понимаю, что я оказалась в другом квартале своего района. Но кроме телепортации есть и более загадочные причины исчезновения людей. Эта история теперь уже настоящая легенда. В Италии, в сицилийском городе Токона есть место с дурной репутацией. Ловушка дьявола. Говорят о том, что существует какой-то другой мир, другое измерение, которое открывается нам при каких-то определенных обстоятельствах. И не всем, а только некоторым. И иногда этому сопутствуют какие-то трагические моменты, когда люди проникают в это измерение, а выйти из него они уже не могут. В середине 18 века здесь жил ремесленник Альберто Гордони. Человек уважаемый, солидный, надежный, но однажды он исчез. Недалеко от дома, прямо во время разговора с приятелем. Как сквозь землю провалился. Друзья велели перекопать злополучное место. Разумеется, это не дало никаких результатов. Так что же произошло на самом деле? Смотрите через минуту. Путешествия во времени реальны. Видели в своем туннеле поиск призрак. Сенсационные доказательства фантастической теории. На самом деле эти люди перелесли вот такие странные переходы, от которых они не могут, последствия которых они не могут оправиться. Что такое пространственно-временные дыры? Существует такое понятие порталы. Если начать говорить о временных, о как называют астрофизики, локальной черной дыры, которая возникает у нас в межгалактическом пространстве. Почему люди пропадают только в определенных местах? И тайна русского Бермудского треугольника. Хотели отколоть кусочек скалы, их тоже исчезли. У нас очень много действительно пропадает людей. Кто похищает туристов? И как попасть в аномальную зону и не пропасть навсегда? Итальянец Альберто Гордони загадочно исчез прямо во время разговора с приятелем и появился на том же месте 22 года спустя. Он уверял, что никуда не пропадал, а просто на секунду оглянулся. За эти слова Гордони угодил в дом умалишенных. К сожалению, прямой путь этих людей это как бы лечебницы и различные учреждения, где они фактически исчезают. То есть это закрытое заведение, куда до сих пор никто не может попасть из посторонних и там этих людей как бы считают просто, у которых произошли какие-то нарушения мозговые. На самом деле эти люди перенесли вот такие странные переходы, от которых они не могут оправиться. Семь лет Гордони молчал. До тех пор, пока с ним не заговорил доктор по имени Марио. Ему-то Альберто и открыл тайм. Это был тоннель длинный и темный. Вдруг впереди забрежил мутный неяркий свет. Картина открывшаяся взору ничего не прояснила. Какой-то неизвестный пейзаж все сплошь в точках и дырочках то и дело мерцающих. А дальше снова тоннель. И в нем существо, объяснившее Альберто, что он попал в расщелину времени. И пути назад почти нет. Существует такое понятие порталы. Если начать изначально говорить о временных, как называют у астрофизики, локальные черные дыры, которые возникают у нас в межгалактическом пространстве. прежде всего образование этих черных дыр происходит от трансформации либо некоего незначительного разрушения звезд. Гордоне услышал и про какие-то капли, которые передвигаются с молниеносной скоростью. Узнал о диковинных городах, где все жители вечно юны и бессмертны. А потом тоннель сжался и выплюнул Альберто обратно. ровно в то место, откуда он исчез. Ловушки, как они открываются, никто не знает. Не случайно же рождались сценарии фильмов «Мы из будущего». Это же говорит о том, что происходили какие-то события в тех же лесу при фронтовом, как поется в песне. Именно там исчезали люди и появлялись. И именно там, кстати, в этих брянских лесах и видели каких-то загадочных животных, которые непонятно почему появляются. О пространственно-временных парадоксах Дейнштейна говорили только фантасты. Но великий ученый доказал, временные дыры такая же реальность, что и черные. Как только человек выходил из портала, у него опять стали идти часы. Состояние абсолютно нормальное, но время пребывания в портале, оно как бы замедляется. Но когда выходит из портала человек, он понимает, что, опять же, понимает от тех людей, которые ему сообщают о том, что времени прошло достаточно долго, в одном случае это было 7 лет, в другом 22 года, а ему казалось, что прошло буквально там 2-3 часа. По теории Эйнштейна следует, что первое путешествие, если ему суждено будет произойти, будет связано не с изобретением сверхбыстрого аппарата, а с открытием особой среды, в которой любое транспортное средство или другое физическое тело могло бы разогнаться до нужной скорости. Коридор во времени может быть образован и природными явлениями, черными дырами и пространственно-временными тоннелями. На протяжении многих веков существует действительно немало мест, в частности, несколько из них находится в Англии, где уже много веков портал открыт. По каким причинам он открыт и почему он не закрывается, никто ответить на этот вопрос не может. Но пропадают люди, пропадают предметы. С этой теорией связано немало самых фантастических легенд, которые все меньше напоминают сказку, ведь доказательств с каждым годом становится все больше и больше. Я слышал, что где-то в Истринском районе в Москве, в Подмосковье, где находятся Истринские валуны, такая же патогенная зона, где люди попадают словно в безвремени, такое, где время меняет свой ход. Прямо в Москве, в Коломенском есть также такое место, где время немного замедляет и меняет свой ход. Эту таинственную историю можно найти в архиве нью-йоркской полиции. В ноябре 1952 года вечером на Бродвее автомобиль насмерть сбил неизвестного мужчину. Шоферы-свидетели уверяли. Появился на улице внезапно, словно свалился сверху. Прогибший был одет в костюм старинного покроя. Но еще больше полицейских удивило удостоверение личности. Его выдали 80 лет назад. В ходе следствия нашли старушку, которая сообщила, что ее отец пропал 70 лет назад при загадочных обстоятельствах. Пошел гулять по Бродвею и не вернулся. Она подарила полицейским фотоснимок, на котором молодой мужчина, удивительно похожий на человека, попавшего под машину, держал в руках девочку. На снимке была проставлена дата апрель 1884 года. Как в поезде, в одном из вагонов, поезд, следовавшего из Глазга в Лондон, например, ни с того, ни с сего, в купе появился в 20 веке, в 40-е, 50-е годы появился человек, одетый в цилиндр середина 19 века и в черный такой чопорный костюм. Вот. И не мог понять, что он вообще откуда взялся и так далее. Есть теория, которая гласит, что течение времени происходит непрямолинейно. Черные временные дыры похожи на воронки торнадо. Они передвигаются по непонятным нам законам и затягивают различные предметы, животных и даже людей, как воздушные или водяные ураганы. Теории черных блуждающих временных дыр объясняются и загадки Йети, Лохнескова и других чудовищ, которые попали в эти воронки. Это энергетические, вот, то есть потенциально не опасные, это такие не опасные вихри, которые существуют в каждом доме возле каждого человека. Но в какой-то момент они способны становиться опасными вращающимися вратами, которые захватывают человека и переносят его либо во времени или в пространстве. Потерявшего память Антона Зырянова нашла его мать. Но парень не узнал ни ее, ни кого-то из родственников. Неделю Антона разыскивали в родном Челябинске, а он оказался в ста километрах от дома. Помню, вот шел по городу. Ну, сначала было светло, но потом ходил долго по городу. Потом замерз, подошел к мужчине, спросил, где я нахожусь. Ну, мужчина спросил, что нахожусь в центре. Ну, я сказал, что я ничего не помню. Он меня отвел к милиционерам. Потом милиционеры отвезли меня в милицейское отделение, а оттуда уже отправили в больницу. В психиатрической клинике Свердловской области пациенту поставили диагноз амнезия и дали временное имя Дима. Установить личность помог проездной Челябинска, который нашли в его кармане. Потому что у него на сегодняшний день тотальная амнезия. Поэтому он и не узнал. Вот по зеркалу и по фотографии вот с трудом узнал, но имя свое не помнит. Из тех имен, которые ему пришли очень быстро ответить на вопрос, да, он назвал имя Полина и имя Дмитрий. Что, вероятно, может быть обозначать и его имя и имя его супруги. Вечером после работы мама Надежда Зырянова увидела любимого сына на телеэкране. А утром уже была в Екатеринбурге. Правда, ни одного родного лица парень так и не узнал. Объяснили, что со свадьбы. Ты там есть? Да, вот я стою. Что там делаешь? Стою с девочкой с какой-то. Как сын Надежды попал в соседний город, непонятно. У него там ни друзей, ни родственников. Тем более загадочным исчезновение кажется и потому, что в группу риска взрослый парень из благополучной семьи не входил. Но вполне возможно, что психиатрия будет тут бессильна. Амнезия частое явление для тех, кто провалился в дыру времени, телепортировался, а то и вовсе был похищен загадочными существами. Не похищают людей. Пусть это будут пумы, пусть это будут какие-то джек-попрыгунщик, например, тоже непонятный совершенно. Объект, который на протяжении там 20 лет, два раза в 19 веке терроризировал Лондон, например. Впрочем, вполне возможно, что у этой истории будет и реальный счастливый финал. Артем придет в себя и вспомнит все, и никаких удивительных историй близким не расскажет. В отличие от других пропавших. В Мурманской области есть тихое и таинственное Сейдо-озеро. Это место часто называют русским Бермудским треугольником. Сейдо-озеро хранит немало секретов. Несколько лет назад группа поисковиков со скалы увидела на дне 100-метровый знак, состоящий из трех крестообразно соединенных треугольников. Это походило на какую-то кладку, но исследовать загадочный феномен пока никому не удается. Как и непонятный подводный лаз, который уходит куда-то под гору Нинчорт. Потому что сейчас мы уже точно знаем, что больше четырех тысяч лет тому назад здесь жили люди. И они оставили следы. И они уже найдены. Поэтому они сюда не просто так здесь жили. люди. На священном озере живут Саамы, малочисленный финно-угорский народ. Они рассказывают невероятные истории о снежном человеке и его следе. О таинственных местах выхода в астрал и о таких же загадочных исчезновениях путешественников. Пропадают. Это не просто правда. Это пропадают и к сожалению иногда их находят уже нечем помочь. А некоторых и не находят. Возможные таинственные рисунки на дне Сейдозера связаны с теми же неизвестными силами, что опекают это сакральное место. Бывали просто не пускал Сейдозера. Вставала завеса и люди не могли идти. Вот не была ни погода, ничего не было видно. То вот шаманы как бы знающие люди, ведущие, они вращались с духом и спрашивали можно ли, может быть просто не пускает и когда рассеивалась непогода, когда пробивалась луч солнца, понимали, что можно идти. Но кроме версии о внеземных цивилизациях есть еще одна легенда местная, а может и не легенда вовсе. Заблудившиеся в тумане путешественники полночи проплутали в поисках безопасного спуска, а когда спустились к непроходимому болоту, отделявшему их от сейдозера, они увидели нечто. Усталые путники решили, что это галлюцинация, но ведь не могла же она быть коллективной. Вообще рассказывают очень множество историй и могут видеть по-разному люди. Я не могу ручаться о том, что там белая женщина и белый мужчина ходят, но скорее всего это так и есть. На расстоянии 100 метров в самом труднодоступном месте болота стояли 4 человекообразных существа. Двое мужчин, женщина и ребенок. Особенно колоритно выглядела женщина, вся в белом, со слепительно белой кожей и белыми волосами. Заметив заблудившихся странное сообщество свернуло в сторону и стало медленно удаляться по направлению просто. Они сидят вот совсем ну понимаете, да, палатку от костра далеко не ставят, то есть на одной полянке. Они сидят, у них костер как будто в него дуют во все стороны. Елки макушками гнутся, вот-вот сломаются треск, вой и виск от ветра. Я уже говорю, мужики, вот говорят вам, не ругайтесь, посмотрите, что творится. Об этой загадочной белой женщине ходит много легенд. Одни говорят, что она является, чтобы сбить с пути, другие, что она влечет в неведомый мир. Многие следуют за ней и пропадают. Потому что нас очень много действительно пропадает, людей исчезает. Но это, наверное, как наши... Существуют же какие-то временные дыры. И куда-то люди пропадают время от времени. Вот, наверное, все-таки там какое-то есть магическое такое место, мистическое. О мистических исчезновениях ходят легенды и в Тольятти. Неподалеку от Жигулевских гор является людям город-призрак. И там же бесследно пропадают путники. Место настолько обладает сильной энергетикой. Это когда томограмму мозга делают человека после легкого облучения ионами, он встает и у него пропадает полное понимание реальности. Его сажают на коляску и он некоторое время находится в полной прострации. То же самое может происходить с людьми, которые находятся там. Здесь загадочным образом появляются странные круги. Люди видят светящиеся столбы света и даже духов умерших. По данным ученых, информацию на протяжении десятков лет, начиная с 70-х годов, это своего рода параллельный мир, который люди видят, устремляясь к Богу по преданиям. Человек снизу поднимается к горе, там он попадает в астрал, через который он видит все это дело. Местные жители рассказывают легенды. Путники с чистыми помыслами всегда возвращаются обратно, но стоит кому-то отправиться на охоту за сокровищами легендарного стенки Разина, беды не миновать. Такие охотники за золотом пропадают бесследно. Разгадка исчезновения Ан-2 в Свердловской области. Куда могли исчезнуть пассажиры вместе с самолетом? Мы ждем и надеемся. Они живы и ждут помощи. И какая связь между гиблым местом и аномальными явлениями? Вот таким образом происходит эффект исчезновения и людей и предметов. Со дня мистического исчезновения самолета с аэродрома города Серова прошло 10 месяцев. Версий было множество. Веселая компания полетела на рыбалку, любоваться окрестностями, в баню, в лесу. С тех пор ни самолета, ни его пассажиров никто не видел, несмотря на масштабные поиски. соответственно, опросить все по дорогам, все кафе, все заправки, все, что находится вдоль дорог. Поисковики отработали все возможные и логичные маршруты, но ни по одному из них не было найдено ни обломков, ни следов падения самолета, ни раненых, ни погибших. предположения летчиков сводились к тому, что пропавшие собирались на короткую прогулку, не больше 20 минут. Но куда тогда мог пропасть самолет, если поблизости не нашли обломков? Поиски так и не дали результатов. Мы обследуем берега и близ лежащие районы Киселевского водохранилища и далее в сторону Горевой и в сторону поселка Воронцовска. Поисково-спасательным работам у нас задействованы Ивдельский отряд и группа добровольцев, волонтеров. В количестве я понял так, что 20 человек. Возмущенные родственники требовали расследовать тщательнее, применить в поисках магнитометры системы спутникового слежения локаторы. Я Маевская Лариса Николаевна, у меня там сын, дочь, ну и скажем так близкий друг дочери, практически зять. Я обращаюсь ко всем мужчинам, крепким, сильным, парням, молодым, спортсменам, рыбакам, охотникам города Серова нашего района. Убедительная просьба, ребята, помогите. Выдвигали даже версию вмешательства военных, которые могли сбить самолет, но поиски по-прежнему были безрезультатны. Единственная зацепка, пропавшие направлялись в район Канжаковского камня. Это самая высокая точка Уральских гор. И, пожалуйста, не верьте никаким слухам в интернете, что там пишут на сайтах, в прессе, кто-то где-то что-то разбился, ничего этого нет. Мы ждем и надеемся. Они живы, они ждут помощи. На горных перевалах туристы не раз замечали светящиеся зеленые точки, которые перемещались с фантастической скоростью. Говорят, что в 79-м году здесь потерпел крушение неизвестный летательный аппарат. С тех пор место считается нехорошим. Спасатели несколько раз обследовали Канжаковский камень, но так ничего и не нашли. Останавливать поиски никто не собирается. Родственники и следователи продолжают верить. У загадочного исчезновения все еще может быть пусть и невероятный, но счастливый финал. Мы уже говорили про знаменитый итальянский поезд, который в 1911 году бесследно исчез вместе со всеми пассажирами. Когда состав въехал в тоннель, его внезапно окутал зеленый туман. Всего два человека, поддавшись внезапному импульсу, на ходу выпрыгнули из поезда. Невероятно, но он появился в 1992 году на Украине. Призрак бесшумно летел по запасному пути. Последний раз таинственный поезд видели в Полтаве. Мы выезжали под Полтаву, как раз на тот участок железных дорог, на котором периодически отмечался поезд призрак. Журналист Николай Черкашин пообщался с очевидцами таинственного явления. Невероятно, но все они описывали поезд призрак одинаково. Совпадали даже мельчайшие детали. Местные жители утверждали, это был поезд для узкоколейной железной дороги с паровозом старого дореволюционного образца. Машинисты поездов, которые вводят свои составы под Ла-Маншем, английский, видели в своем туннеле поезд призрак и даже применили экстренные торможения. Исследователи считают, что состав попал в дыру времени. И теперь из разных уголков мира приходят сообщения о поезде призраке, который путешествует вне расписания. Итальянский состав лишь один из многих объектов, потерявшихся во времени и пространстве. Вполне вероятно, что пассажирам поезда прогулка не кажется слишком долгой, ведь время для них течет в ином измерении. Момент исчезновения человека или какого-то транспортного средства или какого-то предмета происходит следующее. Возьмем для примера полоску. Она имеет с двух сторон две плоскости. Если эту полоску взять вот таким образом, перевернуть и склеить, то можно попасть с одной стороны на другую полоски, не протыкая ее. Вот таким образом происходит эффект исчезновения и людей, и предметов. Каждый год на нашей планете исчезают почти два миллиона человек. И не всегда они становятся жертвами несчастных случаев или кровавых маньяков. Часто причины исчезновения куда более загадочны, но оттого, как ни странно, менее трагичны. Ведь из инопланетных путешествий возвращаются, временные дыры отпускают пленников, а места силы снисходительны а это значит, что из самого невероятного путешествия можно вернуться целым и невредимым.